Они что же, считают меня членом мафии? Не могу знать, что они там считают. Что за этим стоит? Сэм Дрейтон. Большая шишка. Но я только что так на него орал, что самому тошно стал. Ночные обыски, конфискации. Так нельзя обращаться с прокурором, пусть даже и бывшим. Как-нибудь справлюсь с божьей помощью, сказал Джек. Чего тебе наживать из-за меня неприятности? Я никому дорогу не перебегаю. У меня всего одна забота организовать тебя встречу. Встречу. Не знаю, каким образом, но ты вписываешься в схему Дрейтона. Пока не могу сказать, как именно, но мне удалось убедить Дрейтона в том, что чем скорее вы встретитесь, тем лучше. Не гоже с его стороны обращаться с тобой, как с закоренелым преступником. Так Дрейтон хочет предложить мне какую-то сделку? Я хочу сказать только одно. Ты должен встретиться с Дрейтоном. В твоих же интересах. Хорошо? Кстати, в адвокатах у меня роза. Не надо адвоката. Даже о нашем разговоре ничего ей не говори. Он что же хочет взять меня голыми руками, оставить без всякой защиты? Ты сам адвокат, к тому же бывший обвинитель. Как-нибудь справишься. И все же я не понимаю. То, что должен сказать тебе Дрейтон, нельзя произносить в присутствии твоего адвоката или кого бы то ни было еще. Это предназначено лишь для твоих ушей. Это твой первый и единственный шанс. Такие он поставил условия. Не я это придумал. Джек задумчиво молчал. Ему не раз доводилось быть свидетелем жесточайшего соперничества между государственными силовыми структурами и местными органами прокуратуры. Гонь от этих грязных политических игр, казалось, исходила сейчас из трубки. Я очень ценю нашу дружбу и все, что ты для меня сделал. Но все же постарайся не совать шею в петлю. Договорились? Обо мне не беспокойся. Речь сейчас идет о тебе. В голосе шейфиса Джек уловил настойчивость. Даже не присущая этому человеку нервозность и встревожился. Тебе не придется отвечать на вопросы. Просто послушай, что будет говорить Дрейтон. Джек взглянул в окно на Коралл Гэблз. Опыт научил его, не следует подвергать слишком тщательному анализу, неожиданно подвернувшейся возможности. В какой-то момент можно довериться друзьям, принимать решение не головой, а сердцем. Ладно. Где? В центре. Когда? Чем раньше, тем лучше. Дрейтон приехал в Майами всего на один день. Буду через час. Вот и хорошо. Тогда до встречи. Ага, сказал Джек. Жду не дождусь. В 12.30 Джек подъехал к зданию федерального управления в центре Майами. Хорошо знакомое место. Именно Шейфис в свое время убедил его стать федеральным прокурором. Именно из-за него Джек проработал здесь дольше, чем собирался. Шейфис тогда возглавлял отдел специальных расследований. Весьма слаженную и целеустремленную команду, которая занималась самыми сложными делами. От эксплуатации детского труда до преследования со стороны гангстерских группировок. Нелегкая была работа исключать не приходилось. И все это как нельзя лучше подходило Джеку. Они с Шейфисом работали бок о бок. Каждый вполне устраивал стиль другого, и относились они друг к другу с симпатией. Но ничто не вечно. Шейфис пошел на повышение, возглавил другой отдел, а Джек занялся частной практикой. Отношения они не порывали, встречались и созванивались. Но прежней тесной дружбы уже не было. Особенно после того, как Джек оказался по другую сторону баррикад, начал выступать в суде адвоката. Шейфис провел Джека в конференц-зал, расположенный рядом с его офисом. Там его ждали двое. Джек увидел их еще из холла, через стеклянные двери. «Я так понимаю, Дрейтон — это тот маленький». Шейфис улыбнулся, затем вдруг сразу посерьезнее. «Жаль, что не было времени подготовить тебя как следует, но, может, оно и к лучшему». «Ни к чему, чтобы нас заподозрили в каких-то особых симпатиях друг к другу. Помни только, это не мое шоу. Дрейтона». «Понимаю. Ни для кого не секрет, как именно привык действовать Дрейтон. Ты его знаешь? Только по слухам и отзывам. Крепкий орешек, хитрец и проныра. Каждого, кто живет за пределами телефонных номеров, начинающихся с 202, считает человеком, упавшим с телеги с репой. Ладно, неважно, и сделай мне одолжение. Постарайся не упоминать о телеге с репой, хорошо? Ну, ты же меня знаешь, скажу вместо приветствия. Я серьезно. Думаешь, легко было добиться этой встречи?» Джек и сам не думал, как это Шейфицу удалось убедить Дрейтона выложить карты на стол. «Такого рода вещи сами по себе не происходят. Тут недостаточно одного, пожалуйста, очень вас прошу». Он взглянул старому другу прямо в глаза и сказал. «Спасибо». «Не за что». Шейфиц отворил дверь, они с Джеком вошли. Началась церемония представления. Первым Джек поздоровался с дородным мужчиной в очках, с роговой оправой и с короткой стрижкой. Каким-то совершенно безликим. Татуировка Нус выглядела бы у него на лбу вполне уместно. Рядом с ним сидел Сэм Дрейтон, типичный мошенник. Такого было первое впечатление Джека. Всем было известно, что жена у него миллионерша, но на нем красовался дешевый костюм чиновника низшего ранга. Очевидно, именно такое вот он хотел производить впечатление. На запястье сорокодолларовые часы. Еще от него исходила совершенно чудовищная вонь эдакой доморощенной смеси туалетной воды Аквалдельва с трехдолларовым массажным маслом, с помощью которого простой лед норовит замаскировать запах пота. Джек был готов поспорить на что угодно, что Дрейтон никогда не платил за стрижку более шести долларов. Нет ничего противнее и протенциознее богатого адвоката, который работает на простычках. Джек уселся за стол напротив Дрейтона, и его агента из налогового управления Шейфиц извинился и направился к двери. — Эй, Шейфиц! — окликнул его Джек. — Тот как замер на пороге. — Моя телега с репой стоит прямо у входа! — сказал Джек. — Ты уже покормила шатку, сделая одолжение. Присутствующие обменялись выразительными взглядами, так порой общаются между собой юристы в зале суда. — Конечно, обязательно! — ответил Шейфиц и вышел, едва сдерживая улыбку. Двое оставшихся мужчин еще раз переглянулись и, очевидно, сочли это расхожей шуткой между двумя старыми друзьями. Дрейтон без промедления перешел к делу. — Спасибо, что пришли, мистер Свайтек. — Жаль, что не всегда приятно возвращаться в родные пенаты. — Да, понимаю. Особенно в свете того, что произошло с вами этим утром. — Вы имеете в виду воров, утащивших мой компьютер? — Нет, я имею в виду синяк у вас на подбородке. — Похоже, кто-то действительно обеспокоен тем, что я могу обвинить инвесторов Джесси Мэрио в убийстве. — Знаем. — Мы читали показания, которые вы дали полиции в трофпункте. — Поскольку вас можно отнести к силовым структурам, право ли я в предположении, что это незначальное происшествие, как-то связано с членами организованной преступной группировки, честно говоря, нам очень бы хотелось, чтобы вы помогли нам найти преступников, совершивших это нападение. — Да и мне хотелось бы, но, увы, не успел толком рассмотреть тех, кто набросился на меня вчера. Я уже рассказывал прокурору штата об угрозе в адресе Джесси. К сожалению, она называлась об этих людях не слишком определенно. — Из надежного источника нам стало известно, что приказ о вашем избиении поступил от известного нам лица, — сказал Дрейтон. — И как же интересно узнал об этом ваш информатор. Дрейтон не ответил, взял вид, что не слышал о вопросе, поднялся и подошел к доске на стене, вратя в руках маркер. — Вот уже восемь месяцев мы ведем самые пристальные наблюдения за этой конторой — Vieticle Solutions, или как мы ее называем — VS. — Интересно. На первый взгляд, самая обычная контора. Все сделки проводятся в рамках существующего законодательства, правда, с одним существенным нюансом. И Дрейтон нарисовал на доске красный долларовый знак, а затем перечеркнул его крест-накрест. — Деньги, поступающие от инвесторов? — Грязные. — Выходит, VS — прачечная? — Будто не знаете. Дрейтон облокотился на стол и спросил, «Как получилось, что ваша фамилия значится в общем с Джесси Мэрилл в счете офшорного банка?» — Очевидно, она вписала ее. — А как и почему, могу лишь догадываться. — Каким именно способом инвесторы выплатили ей полтора миллиона долларов? — Не знаю. Это произошло до того, как она меня наняла. — Были это наличные или трансфер из какого-либо офшорного банка? — Не знаю. — А может быть, комбинации того и другого? — Словно размышляя вслух, заметил Дрейтон. — Выплатили они всю сумму сразу или частями из различных источников? — Не могу сказать. — Очень жаль, очень. — Вы не сможете нам помочь, мы вам не сможем. — Помочь мне? — В чем же? — Не секрет, что прокурор штата подозревает, — За смертью Джесси Мэрилл стоят какие-то грязные махинации. — И очень многие обстоятельства указывают на то, что вы один из первых в списке подозреваемых. — Немало невиновных побывало в списках подозреваемых. — Это верно. — Да, и если хотя бы половина того, что он говорит о вас, бывший босс, правда, — вас, вероятно, следует из него исключить со временем. Но было бы неплохо ускорить этот процесс, верно? — Слушаю вас внимательно. — Вот вам самый быстрый способ оказаться вне этого списка. Вы должны убедить прокурора, что это сделал кто-то другой, и мы готовы помочь вам в этом. У вас что есть, какие-то улики по делу об убийстве Джесси Мэрилл? Наше расследование связано с отмыванием денег. И пока мы можем со всей определенностью заявить вам одно, люди, контролирующие vertical solutions, способны пойти на убийство. Так что можно объединить усилия. Вы помогаете нам и сможете доказать свою невиновность. Что я должен делать? Просто ответить на все наши вопросы, связанные с источником этих денежных средств, со способом их передачи. С кем вы конкретно встречались? Каким образом переводились деньги? С каких именно счетов? Повторяю, мне неизвестно, а я намерен все время возвращаться к этим вопросам. Как и почему оказалось в ваше имя на банковском счете? Какие секреты вы пытались утаить под покровом закона о конвенциальности информации? Связанные с защитником? Его клиентом? Еще раз говорю, не знаю. Нет, такие ответы для нас просто неприемлемы. И лично мне плевать, чисты вы или нет. Женатый мужчина допускает ошибку. И готов пойти на все, лишь бы остановить свою подружку. Намеренную послать уличающую аудиопленку его жене. Сердце у Джекова упало. Есть ли на свете люди, которым Клара Пирс не успела послать эту проклятую пленку? Эта старая запись с Джесси я встречался еще до знакомства с женой. И все мужья так говорят. Я не знаю о банковском счете. Посмотрим, что покажут ваши компьютеры. Если бы вы конфисковали их именно для этого, то уверяю, вас ждет большое разочарование. Компьютеры — это лишь одна сторона дела. К счастью, у нас есть средства подстегнуть вашу память. Это угроза? Дрейтон снова подошел на доске. Проще говоря, вы задолжали налоговому управлению довольно крупную сумму денег. Что? Дрейтон с агентом снова многозначительно переглянулись. Будь другом, Питер. Назови мне точную цифру. Толстяк открыл блокнот. Согласно нашим последним подсчетам, сумма составляет около 300 тысяч долларов. Нет, это просто смешно, вряд ли, сказал Дрейтон. И вывел на доску сумму. Вы с Джесси Мэри владели совместным банковским счетом на общую сумму полтора миллиона долларов. Лично мы считаем, что вы должны были бы уплатить налог со своей половины. А именно 750 тысяч долларов. Таков закон, против него не попрешь. Вынужден вас разочаровать. Но я уже говорил с поверенной в дела Джесси Мэриу. И дезавуировал какой-либо интерес к якобы принадлежащим мне половинной суммы. Глаза у Дрейта наживились. Спасибо, что поделились с нами информацией. А вы, Питер, так и запишите. Похоже, мистер Свайтек только что сделал весьма щедрый подарок стоимостью 750 тысяч долларов. Проще говоря, решил отказаться от этих денег. Что ж, в таком случае, помимо подоходного налога, за ним теперь еще один должок. Налог на дарение. Питер застрочил в блокноте и после паузы заявил. Общая сумма составляет почти 400 тысяч долларов. Вы болван, самонадеянный, воскликнул Джесс. Я провел часть жизни в этой конторе. И вот она, благодарность. Высосанная из пальца обвинение из Вашингтона. Да успокойтесь вы ради бога. Я вовсе не хочу вам угрожать. Не утверждаю, что вы убили эту женщину. Но согласитесь, Ваши отношения с Джесси Мэрил несколько настораживают. А мы вот уже восемь месяцев занимаемся сложнейшим расследованием. И вы нам нужны. Да и вам наша помощь не помешает. Не нужна мне помощь. Ни одной жюри присяжных, находясь в здравом уме, не поверит, что я убийца. Нет, серьезно. Но подумайте сами. Если бы я хотел убить Джесси Мэрил, то вряд ли сделал это у себя в ванне. Достойный ответ, мистер Свайтек. Вам пришло это в голову прямо сейчас или перед убийством Джесси? Джек понимал, Драйтон просто играет свою роль. Пытается представить себя на перекрестном допросе на месте прокурора штата. Но все равно похолодел. Это все, спросил Джек. Да. Пока. Джек поднялся и направился к двери. Надеюсь, что это не последняя наша встреча, бросил вдогон Куберейта. И что вы объявитесь очень скоро. Надежда умирает последней, ответил Джек, вышел из зала и торопливо зашагал по коридору к лифтам. Тодд Частен вышел из прозекторской, и в спину ему ударила волна холодного воздуха. Он скатал зеленый хирургический халат в плотный комок и швырнул его в пакет для грязного белья, стоявший у двери. Пара резиновых перчаток полетела в мусорное ведро. И вот Частен быстрой деловой походкой устремился по коридору, выложенному серой кафельной плиткой. Доктор Частен являлся одним из ведущих патолога-анатомов в Атланте. Его центр обслуживал не только округ Фултон, но и выполнял по специальным запросам заказы из других округов. Почти все утро Частен обследовал внутренние органы 16-летнего паренька, совершенно первое и последнее в жизни ограбление продуктового магазина. На тротуаре у разбитой витрины он оставил заряженный пистолет 38-го калибра, 28 долларов мелкими кутурами и пинты две собственной крови. Несколько часов спустя его молодое сердце, легкие пищевод и трахея лежали на холодном металлическом подносе. За ними последовали и печень, селезенка, надпочечники и почки, а потом желудок, поджелудочная железа и кишки. Мозг паренька был уже нарезан от тончайшей пластины, упакован в пластик и снабжен биркой. Все это являлось частью обыденного в этом заведении процесса вскрытия, необходимого в случае насильственной смерти. В среднем таких заказов за год поступало около 70, и около 700 случаев смерти здесь же признавались наступившими естественным путем. Впрочем, срочный вызов главному медэксперту вряд ли связан со случаем естественной смерти. Доктор Частен резко свернул за угол, постучал в дверь и тут же вошел. — Вызывали? — Элли Джонсон поднял глаза от бумаг, в разложенных на столе. — Это по делу Фолдер. — Фолдер? — доктор нахмурился, пытаясь вспомнить. — Ну, та женщина, которой вы занимались вчера. Со спидом. — Ах, ну да, да. Довольно смазанная картина. По всем прикидкам, она протянула дольше обыкновенного, так что полное вскрытие было необязательно. — Я взял пробу ткани и крови и отослал в лабораторию. — И они прислали отчет, — сказал Джонсон и вытянул из-под двух пустых кофейных чашек и газеты, раскрытой на спортивной странице, тоненькую папку. — И что же там не так? Частен снисходительно усмехнулся, но тут же спохватился, вспомнил, где находится. — И поправился. Очевидно, вас что-то не устраивает. Джонсон коротко буркнул в ответ. — Пробу под микроскопом. — Взгляните еще раз. — Повнимательней. Частен обошел горы папок, сваленных прямо на полу. Я приблизился к лабораторному столу, где рядом с учебником анатомии Грэя возвышался микроскоп. Сощурил один глаз, приблизил другой по окуляру и начал наводить на резкость. Покрутил колесико сначала влево, потом вправо. Но что-то было не так. Он выпрямился по скребу в затылке, еще раз посмотрел в микроскоп, а потом обернулся к Джонсону и спросил. — Что это, черт возьми, такое? — Проба крови, взятая вами у мисс Фолдер? — Доктор Частен растерянно заморгал. — Никогда в жизни не видел ничего подобного. Именно поэтому передо мной сейчас папка с ее делом подмигнул, сказал Джонсон. Он был известен как специалист по самым необычным случаям. — А вы что думаете? — Ни малейшей догадки. — Возможно, какой-то редкий вирус. — Тогда надо немедленно осознать в Центр по контролю за инфекционными заболеваниями. — Уже отослал сегодня утром. — Но меня куда больше беспокоит другое. — Что же? — Ее привезли сюда всего с двумя литрами крови в организме. — Но я взял на анализ всего три проберки. — Вот именно. — Куда же в таком случае делись еще три с половиной литра? — Не знаю. — Снимки я видел. — Никаких следов крови на месте смерти не обнаружено. — Вот именно. — И донором она никак не могла быть. — Даже если не брать в расчет СПИД, человек не способен существовать, если в его организме отсутствует 60% крови. — Именно, — повторил Джонсон. — Это означает, что кто-то выкачал у нее кровь. — Джонсон как-то странно покосился на него. — Полагаю, мы с вами придерживаемся одной версии. — У нее по всему телу следы от инъекций. — Я не придал этому значения, ведь у бедняжки был СПИД. Больным СПИДом часто делают уколы. — Но здесь, по всей видимости, из ее тела выкачивалась кровь. — Да, тогда это все меняет. — Если кровь выкачивали, и пока она была еще жива, женщина могла умереть от остановки сердца. — А это, в свою очередь, означает, что смерть никак нельзя считать естественной. — Хочу еще раз взглянуть на тело, — сказал Частен. — Необходимо полное вскрытие, я могу приступить прямо сейчас. — Приступайте. Частен уже направился к двери, но вдруг остановился. — А как вы думаете, кому могла понадобиться кровь этой женщины, Эд? — Понятия не имею, но, знаете, очень надеясь на результаты анализов из Центра по инфекционным заболеваниям, они помогут прояснить картину. — Вы думаете, кто-то собирает кровь, зараженную смертоносным вирусом? — Собирает, как заранее посеянный урожай. За годы работы доктору Частену довелось повидать немало ужасных вещей — расчлененные тела, обгоревших до угольков младенцев, но от такого предположения он просто похолодел. — Мысль о том, что некто культивирует болезнетворные микробы в теле человека-носителя, казалась невыносимой, невозможной. — Какой-нибудь больной сукин сын? — Невменяемый. — Пожалуй, вы правы. Джонсон выключил микроскоп и поместил пластину с обращиком крови в шкаф. — Уведомлю отдел убийств. — Да, конечно, — кивнул Частен. — И чем скорее, тем лучше. У Джека не выходила из головы песенка «Битлз – сборщик налогов». Старая навязшая в зубах мелодия, она никогда не нравилась ему, но сейчас живо напоминала о Сэме Дрейтоне, и выбросить ее из головы никак не удавалось. После встречи с Дрейтоном Джек решил зайти в открытый кафе где-нибудь на Майами-авеню, посидеть и привести в порядок мысли. Как раз через улицу от здания Федерального управления находилась одно из таких заведений. Он полюбил это кафе еще в ту пору, когда работал прокурором. Из шумной кухни в задней части помещения доносился запах риса с курицей. Очевидно, сегодня она была дежурным блюдом. По обочине какой-то тип, без рубашки, ботинок и практически без зубов продавался тележки украденной в супермаркете, пакетики с жареными каштанами. Посетители по большей части испаноговорящие потягивали у прилавка крепкий черный кофе. Джек нашел свободное место в зале, заказал кофе, большую кружку пополам с молоком. Женщина за стойкой бара, видимо, помнила его еще по тем временам, когда она работала прокурором. Широко лынулась и взбила ледяное молоко миксером. В точности, как любил Джек. «Рис с курицей», — сказал он. «Пожалуйста», — ответил барменша. Такой у них был ритуал. В ответ на корявый испанский Джека звучали английские слова с сильным акцентом. Вот она судьба американского кубинца. Встреча прошла еще хуже, чем он мог себе представить. Но сейчас он старался не думать об этом. Следовало выработать план на всякий непредвиденный случай. На этим он займется позже. Прежде надо утрясти кое-какие другие дела, куда более важные. Нужно поговорить о Синди. Он достал из кармана телефон, вынул из футляра и похолодел. «Что за чертовщина?» В пять утра, когда звонил Синди, он не заметил ничего необычного. Впрочем, тогда было еще темно, да и никто бы находился в состоянии. Но теперь разгар дня, и голова у него больше не кружится. Нет, это очевидно. Это был не его аппарат. Он пил кофе с молоком и разглядывал телефон. Точности такой, как у него, черная моторула. Они с Синди пользовались одинаковыми моделями. Но вскоре им надоела вечная путаница. Дело кончилось тем, что он купил Синди мобильник фирмы Nokia, резко отличавшийся по дизайну. Когда в спешке выскакиваешь по утрам из дома, ничего не стоит по ошибке прихватить чужой телефон. И, похоже, некто совершил вчера вечером аналогичную ошибку. Джек вскрыл моторулу. С устройством аппарата он был хорошо знаком. Проверил блок с сообщениями. В памяти хранилось 9 за вчерашний день. Он нажал на кнопку. Сообщение 1, 11.30 утра. Раздался голос мужчины. Говорил он на иностранном языке, звучал странно, как гибрид Говора Ельцина и вещание Робина Уильямса из передачи «Москва на Мудзоне». Джек перешел к следующему сообщению. Сообщение 2. 10.21 утра. Голос был другим, язык тем же. Сообщения показались Джеку подозрительными после разговора о том, что Vietical Solutions контролируется тем же криминальными элементами, что занимается отмыванием денег. До этого момента он плохо помнил голос напавшего на него человека, звучавший столь безжалостно и жестко. Джек не был уверен, что все сообщения передавал один и тот же человек, но, по крайней мере, припомнил странный акцент нападавшего. Вчера он был не в том состоянии, чтобы обращать внимание на акцент. Он быстро прослушал остальные сообщения. Все они звучали на одном и том же языке. На русском. Сейчас Джек видел себя словно со стороны. Вот он выходит из бабушкиного дома и направляется к машине. С окрушительной силой удар сзади, и мобильник вылетает у него из руки. В пылу схватки телефон напавший на него женщины мог выпасть из кармана или сорваться с ремня. Последний удар по затылку, и Джек теряет сознание. А женщина, напавшая на него, судорожно шарит в темноте и находит опора Джека в точности такой же, как у нее. Но то был не ее телефон. Вот это номер! Он улыбнулся, а затем громко прищелкнул языком. Махнулись с телефонами. Сеньора обратился на барменши. И затем на лучшем своем испанском попросил принести хлеба со сливочным сыром. А Буэлла давно приучила его к этому исконно кубинскому лакомству. Хлебу со сливочным сыром, который следует запивать кофе с молоком. Женщина протянула ему два продолговатых ломтика на бумажной тарелке. Джек продолжал не спеша пить кофе. Голова у него шла кругом. Сегодня утром Синди сказала, что звонила ему на мобильный, но никто не ответил. Понятно, что напавшая на него женщина вряд ли стала бы отвечать на звонки до пяти утра. Но затем, в более позднее время, она ответила бы и сообразила, что они перепутали аппараты. Если у нее хватит ума, она заблокирует свой номер через сервисную службу, и все записи будут стерты. Джек бросил хлеб сыром и поспешил к телефону автомату. Набрал номер своего офиса и приписал на автоответчик все найденные им в чужом телефоне сообщения. И сразу же почувствовал себя лучше. Пусть она делает, что хочет. Ее записи сохранились. И что теперь подумал он, возвращаясь за свой столик? Тот факт, что напавшая на него не стерла запись, говорил о том, что она не догадалась о подмене. Полиция сможет засечь мобильник только в том случае, если он используется. Возможно, она заметила подмену и выбросила аппарат в уху. Джек решил, что стоит использовать шанс попробовать позвонить и разговаривать ее. Он взял чужой мобильник и набрал свой номер. Два гудка. Соединение. Алло. Сердце у него ёкнул. Голос тот самый, женский. Именно его он слышал во время нападения. Доброе утро. Это Джек Свайтек. Помните меня? Она не ответила. Джек очень живо представил себе эту женщину, впрочем достаточно безликую. Представил, как она растерянно смотрит на телефон. Думаю, вы по ошибке захватили принадлежащую мне вещь, сказал он. Если проверите номер входящего звонка на идентификационном экране, то увидите что-то очень знакомое. Прошло несколько секунд Джек понял, что она проверяет номер. И вот, наконец, в трубке снова зазвучал ее голос. Ну и что с того? Это не интересно. Да нет, тут вы не правы. Ваш телефон очень даже интересен. Дело в том, что на нем сохранили сообщение на русском. Сам я этого языка не знаю, но уверен, что ФБР или в местном отделе нравов будут счастливы помочь мне с переводом. В молчании на том конце линии ощущался напряг. Что вы хотите? Низким тихим голосом спросила она. Поговорить с вами. Мы уже говорим. Нет, в отличие от вас я не так глуп, чтобы обсуждать дела. По незащищенному от прослушки аппарату надо встретиться. Это было бы ошибкой. Прекрасно. Я так и стал платить за ошибки других, что не прочь совершите собственное. Я не шучу. Наша встреча будет очень серьезной ошибкой. А еще более серьезной ошибкой будет ваш отказ. Так что слушайте внимательно. Знаете, где находится правительственный центр? Майами Дайт. Высокое здание рядом с музеем? Правильно. Ровно в 4 часа войдете в вестибюль. Прямо посередине в полу увидите плиту с бронзовой табличкой. В память о человеке по имени Армандо Алехандре. Там меня и ждите. В противном случае я иду прямо в ФБР вместе с вашим телефоном. А откуда мне знать, может быть, там меня и арестуют? Этого не будет. Нет. Потому что я хочу выяснить, кто старается скрыть причину убийства Джесси Мэрио. А если вас арестуют, вы мне уже ничего не скажете, верно? Снова молчание. И вот наконец она сказала. Вы уверены, что хотите знать именно это? Да, и хочу предупредить. Слушаю. Работая прокурором, я всегда назначал встречи ненадежным свидетелям и доносчикам именно в Майами Дарит. Очень, знаете ли, удобное место. Вокруг так минимум дюжина охранников. Так что свои подбитые железяками ботинки советую оставить дома. И если попытаетесь что-то выкинуть, вам из здания не выйти, во всяком случае без наручников. Он отключился, сунул телефон в карман и напил кофе. «Желаете чего-нибудь еще?» – спросила женщина за стойкой. «Нет, грация». Все было замечательно. Он протянул ей пятидолларовую банкноту. «Спасибо. Желаю удачный день». «Желаю удачный день», – повторил он про себя и улыбнулся. Плохой испанский снова породил скверный английский. «Стоит ли пытаться?» «Спасибо, мэм. День уже замечательный». Работать сегодня было вовсе не обязательно. Но Синди отправилась в студию. В доме после смерти Джесси жить было просто невозможно. Матерь она чувствовала себя не слишком уютно после визита на рассвете федеральных маршалов. Да, похоже, мест, где можно было укрыться от всего остального мира, становится все меньше. Даже сон не приносил покоя. Видимо, мастерская превратилась в последнее убежище. Фотопортретами она занималась только по предварительной договоренности с клиентом. Но на сегодня заказов не было. Синди ехала в Южный Майами с намерением провести 8 часов в полном уединении. Нет, какая-нибудь работа всегда найдется. Но заниматься чем-либо серьезным она была не в настроении. Еще по дороге решила, что неплохо было бы навести в студии порядок. Вполне подходящая и не требующая умственных усилий занятия для женщины, сомневающейся в верности мужа. Началась Синди с разбора почты и скопилось ее предостаточно. Дело довольно хлопотное, у нее уже сложилась определенная система, по которой вся корреспонденция размещалась в четырех коробках, получивших следующее название. «Текущая, старая, займусь этим в дождливый день и, наконец, скорее построю ковчег, чем буду разбираться в этой ерунде». Она уже на две трети разобрала старое, но занятие прервал стук в дверь. Синди вздрогнула, так и застыв с коробкой в руках. Покосилась на дверь. Табличка «Закрыта» была на месте. К двери она решила не подходить в надежде, что непрошенный гость уйдет. Но в дверь постучали еще раз и еще. Она уже поднялась и собралась крикнуть «Здесь никого нет», но тут узнала лицо, прижатое к стеклянной панели в двери. «Абуэлла, бабушка Джека!» Синди отворила. Над входом звякнул колокольчик, старуха вздрогнула. «О, у ангелочки есть крылья!» Синди улыбнулась, вспомнив, что Абуэлла приехала с Кубы всего три года назад, как раз под Рождество, и что первым ее уроком английского языка был фильм под названием «Жизнь прекрасна», который она смотрела бесчетное число раз. «Как поживаете?» Спросила Синди. Женщины обнялись. «Хорошо, а ты», — ответила Абуэлла по-испански, хотя у Синди было с этим языком еще хуже, чем у Джека. «Да, все прекрасно. Входите, пожалуйста». Абуэлла проследовала за ней по зигзагообразной тропе, продолженной между плотняными задниками и осветителями приборами. Синди убрала с кресла коробки со старыми негативами и предложила гости присесть. Спросила, не хочет ли Абуэлла кофе, но та отказалась. Уже пробовала приготовленной Синди кофе и выразилась отправить ее на Кубу, чтобы научиться варить этот напиток. «Надеюсь, ты не сильно занята», — сказала Абуэлла. «О, нет! Что вас сюда привело?» «Ты уж прости, но я пришла сюда не фотки из себя снимать. А жаль». Старуха улыбнулась, затем лицо ее вновь стало серьезным. «Ты знаешь, зачем я здесь?» Синди потупилась. «Я люблю вас с тобой, Абуэлла, очень люблю. Но поверьте, то, что произошло, касается только Джека и меня». «Ясно. Но это займет минуту». Она открыла сумочку и извлекла пачку распечатанных конвертов. «Что это?» — спросила Синди. «Письма от Джека. Писал их, когда я лежит в Гаване». «Вам?» «Си. Это до того, как я приезжал в Маяк?» «Джек написал все эти письма?» «Си-си. Так я и Джек познакомились. Через эти письма. Так узнать тебя. Меня?» Абуэлла на секунду умолкла, чтобы перевести дух, потом продолжила дрожащим голосом. «Эти письма. Там везде про тебя». Синди смирила взглядом толстую пачку конвертов. Сердце ее болезненно заныло. «Абуэлла, я не могу. Пожалуйста. Хочу, чтоб ты читать. Мой Джек, наш Джек, он очень хорошо говорит про чувства в словах. «Если бы его мама была жива, все быть по-другому. Она умела любить, давать любовь, получать любовь. Но Джек, он был... он Нино, мальчик. И не имел ее любовь. В его дом любовь всегда была внутри. Понимаешь?» «Да, думаю, понимаю. Если ты свадок, то показать любовь только когда сердце разбито. И это понимаю». Абуэлла теребила пачку писем, лежавшую на коленях, руки ее дрожали. «Вот это мое любимое. Когда он просит тебя жениться, это тоже очень хорошее. Про ваша свадьба. Сфотография». «Абуэлла, пожалуйста, не надо. Эти письма написаны вам, а не мне». Она отложила всю пачку в сторону, прижала к груди один конверт. «Я не стать просить тебя читать их. Просто хочу, чтоб ты знать, что они есть. Спасибо. Но одно ты должна видеть. Оно особенное». Бабушка нашарила в сумке очки и вытащила письмо из конверта. «Старое. Очень не похожее на другие». «Видишь, наверху». Джек написал время. «Два тридцать ночи. Что может заставить мужчина писать письма в такой час?» Синди страшно хотелось прекратить все это, но она боялась обидеть Абуэллу и стала слушать. Абуэлла читала медленно, стараясь правильно выговаривать английские слова, но акцент все равно остался. «Дорогая Абуэлла, уже очень поздно, я устал, так что постараюсь быть покороче. Помнишь письмо, которое ты написала мне в прошлом июне, в день 50-х годовщины своей свадьбы? Ты рассказывала о том, как вы с дедушкой познакомились. «Вы были на пикнике, и одна знакомая представила тебе своего старшего брата. Он проводил тебя до дома. Ты писала, что сама не понимала, как это случилось, но твердо знала одно. К тому времени, когда вы добрались до дома, ты поняла, это твой человек. Я перечитал это письмо сегодня, сам не знаю почему и зачем. Нет, неправда знаю почему. Сегодня у меня было свидание, ее зовут Синди, Синди Пейдж. Я едва знаком с ней, но у меня возникло тоже ощущение, что ты описываешь в письме. Очень странная Абуэлла. Думаю, она мой человек». Абуэлла подняла голову, глаза их встретились. Синди смахнула слезу. «Он никогда мне этого не рассказывал. Сама я объяснять не могу. Зато знаю, свой внук очень хорошо. Молодой человек сидит за столом на кухне и пишет письмо в два часа ночи. Он пишет, но на самом деле не своя бабушка. Он хочет разобраться свои чувства. Это письмо. Там он говорит сам собой. Или с Богом. Или со своей мамой». Или слышим голосом добавила Синди. Абуэлла взяла ее за руку. «Не знаю, что он сейчас сделал. Не знаю, может твое сердце простить его или нет, но уверена, он тебя любит». «Я понимаю», — прошептала Синди. Абуэлла протянула ей салфетку. «Прости, что сделала это с тобой». «Ничего. Может быть, мне надо было поплакать». «Умная девочка», — сказала старуха и поднялась. «А теперь извини меня, пожалуйста. Пойду в дом, надену тяжелые ботинки и задам внуку хорошую звучку». «Готова заплатить, лишь бы увидеть это. Но ведь мы обе любить его, правда?» «Да», — ответила Синди и сжала руку Абуэллу в своей. «Любим». Она наблюдала за тем, как Абуэлла собрала письма, положила их в сумочку. Потом она крепко обняла старушку, поблагодарила и проводила до двери. Четыре часа дня в вестибюле правительственного центра было людно. Рабочий день закончился, и Жек пробирался сквозь толпу, стремившуюся к выходу. С ним был Тео. Джек подумал, что при встрече с таинственной нападавшей лучше иметь под боком устрашающий внешность из спутника. После телефонного звонка из кафе Джек прямиком направился в офис к Рози. Они решили, что делать дальше. Итак, Сэм Дрейтон утвердил, что корпорация Aviatical Solutions контролируется некими преступными элементами. Так почему бы не сообщить полиции, что нападавший обронил на месте преступления мобильный телефон с записями каких-то подозрительных сообщений на русском? Почему бы нет? Этот вопрос Джек задавал себе, как клиент адвокату. Ответ на него был лучше известен Джеку-адвокату. И Рози тоже. Через налоговое управление на хвост ему усилили федералы. И это может быть только началом. Прокурор штата внес его в список подозреваемых по делу об убийстве Джесси и Мэрио. Находясь в таком положении, нельзя передавать записи полиции. Надо вести торг. Для успешного введения торгов Джек должен знать, что именно продает. В данной ситуации это особенно важно. С момента разговора с загадочной женщиной у Джека появилось сильное подозрение, что она может оказаться далеко не такой, какой он ее себе представлен. Даже совсем не такой. Через 20 минут они нашли человека, знающего русский, который перевел им сообщение. Еще через полчаса дословный перевод на английский был превращен в нечто понятное юристам. В этом сильно помог Тео. В перех сообщениях говорилось об отправке лошадок на морскую прогулку. Тео сообразил, что речь идет, по всей видимости, об отправке морем из порта в Майами краденых автомобилей. Остальные шесть касались проблемы засора раковины. Ее следовало прочистить. Тут Джеку даже не понадобился Тео, чтобы сообразить, что речь идет об отмывании денег. Тео взглянул на наручные часы и спросил, думаешь, она придет? Мусор всегда всплывает на поверхность. Что? Ты разве не слышал, что говорил русский переводчик? Только ту часть, что на английском. Майами Дэйт являлся своего рода нервным центром, сосредоточением официальной жизни округа Майами. Офисы в этом 30-этажном здании были заняты различными местными отделами, департаментами и конторами. Работали здесь и чиновники флоридской администрации. В огромном, всегда оживленном вестибюле находился и вход на станцию метро. Здание представляло собой трехэтажную пристройку в виде атриума со стеклянной крышей, что обеспечивало естественное освещение. Вверху на металлических древках красовались знамена всех 50 штатов. Длинные эскалаторы уносили сотрудников и простых покупателей к двухэтажному торговому комплексу под названием «Нетерфаер», где располагались многочисленные магазины и кафе. По основанию северного эскалатора заменила клумба в форме полмесяца с карликовыми растениями и кустами. Были там и две огромные пальмы, а между ними трогательный в своей простоте букет из белых маргариток и гвоздик в стеклянной вазе. Под вазой красовалась медная табличка с надписью «Памяти Армандо Алехандро-младшего, 1950-1996, служащего метродейт, волонтером Радства Спасателей». Его самолет был сбит кубинскими ВВС во время доставки гуманитарного груза. И прямо перед этой табличкой сидела на бордюрном камне молоденькая женщина в темных очках, хотя свет в помещении не был слишком ярок. «Наверное, она», — сказал Джек. Тео многозначительно улыбнулся. «Что ж, давай подойдем». Спускаясь по эскалатору, Джек не сводил глаз с женщины. Вчера ему не удалось хорошенько разглядеть нападавшую, но, судя по силе ударов, он представлял ее высокой и крепкой женщиной, эдакой гульвершей и не меньше футовосьми роста и весом фунтов 350. Но в действительности рост у нее был не больше пяти футов шести дюймов, фигура стройная, руки мускулистые и самые красивые ножки, которые ему только доводилось видеть. Волосы длинные и темные, кожа оливкового оттенка, и походила она на латиноамериканку, а не на русскую. Джек даже удивился. Чертовски привлекательная девушка. «И это так тебя отметилило?» — насмешливо спросил Телу, когда они спустились в вестибюр. «Да заткнись ты». «Чего злишься?» «Я же не просто так спрашиваю». «Многие парни в моем баре готовы выложить серьезные бабки за то, чтобы посмотреть. Заткнись, говорю». Они пробились сквозь толпу и подошли к клумбе сбок. Девушка заметила их ярдых в десяти и поднялась навстречу. «Кто ваш друг?» — спросила она. «Назовите ваше имя, и тогда узнаете мое», — ответил Телу. Мимо прошла группа людей, спешивших в метро. «Здесь удобно разговаривать?» — спросила девушка. «Вполне», — сказал Джек. «Все торопятся, никто не станет стоять и слушать, о чем мы говорим. Но и, как я уже говорил, по телефону кругом полно охранников. Это на тот случай, если вы затеяли какую-нибудь глупость». Она помолчала несколько секунд, словно осваиваясь обстановкой. Затем подняла глаза на Джека и сказала. «Противный был разговор, согласны?» «Не вполне». «Угрожали мне, и это после того, как я предупредила, чтобы вы не смели влезать в наши дела». «Слишком рискованно». «Можете мне поверить». «Я следовал голосу инстинкта». «И что именно нашептал вам этот голос?» «Пусть лучше мой друг расскажет», — он взглянул на Телу и добавил. «Вот тебе задачка с несколькими неизвестными. Первое, в темноте на меня нападает женщина и угрожает». «Классиок», — кивнул Телу. «Второе, федералы вызывают меня на свидание и рассказывают, что, согласно сведениям из конфиденциального источника, приказ припугнуть меня поступил от головы некой загадочной преступной группировки». «Заметана», — сказал Телу. «Третье, у той же самой женщины имеется в памяти мобильного телефона сразу девять посланий, все на русском. Но она говорит по-английски без малейшего намека на русский акцент». «Еще того, короче». «И вот я позвонил ей и сказал, что хочу встретиться». И она приходит на эту встречу, судя по всему, ничуть не обеспокоенная тем обстоятельствам, что ее в любой момент могут схватить. «Теперь скажи-ка мне, друг мой, кто, по-твоему, эта женщина?» Телу взглянул на Джек и потом перевел взгляд на девушку в очках. «Или она округлая дура, или...» «Или же черта водоносчица». «Или, говоря языком русских мафиози, просто мусор, крыса, стукачка. Самая низшая форма жизни на земле». «Ты просто гений, Джекко». «Знаю». «Но попробуем заглянуть чуть дальше. Что, если она боится вовсе не того, что мы передадим записи этих сообщений полиции? Что, если она много больше боится другого?» «Что, кто-то из шайки может заподозрить ее в доносительстве?» «Думаешь?» «А что, вполне вероятно». «Но, может быть, лучше спросим ее?» Тео приблизился на полшага, грозно уставился на девушку. «Ну, что скажешь, красотка?» «Небось, боишься?» «Что же не будешь выглядеть такой куколкой, если кто из ваших узнает?» «Что ты стучишь, а?» Она смотрела на него гневно, сверкая черными глазами. Джека поразило то, что при приближении Тео она не подумала отступить, как поступали большинство людей. «Осторожней, Тео. Она ведь и приемами кунг-фу наверняка владеет. Вполне может надрать тебе задницу». «Козел!» — ответила она. «Думаешь, уже все понял, все знаешь, да?» «Далеко не все, но достаточно, чтобы заставить тебя выложить нам остальное. Не буду я с вами разговаривать». «Очень жаль», — сказал Тео. «Придется в таком случае пустить снушок, чтобы в городе у нас завелась крыса. Тогда я сделаю все, чтобы обуэла Джека пожалела, что переехала в Майами из Куба. «Да, тут мы храбрые, угрожать старой женщине. Ну и кто же в следующей в твоем списке?» «Ладно, довольно угроз», — сказал Дженг. «Давайте просто поговорим». «Ничего я говорить не буду». «Так не пойдет», — заметил Джек. «Можешь, конечно, считать нас козлами и простаками, но отказ говорить не заставит нас отступиться. Вне зависимости от того, что ты еще выкинешь, выход у меня один. А следует потрясти эту компанию, узнать, кто угрожал Джесси Мэрилл и почему ее убили. Это очень опасно. А какая у меня альтернатива? Сидеть, сложа руки и ждать, когда мне предъявят обвинение в убийстве? Да, не позавидуешь. Но я мало что могу рассказать. Вот мы сдвинулись с мертвой точки. Уже прогресс. От «Я ничего не скажу, да мало что могу рассказать». Джек выдавил улыбку, она взглянула на его распухшую челюсть и буркнула. «За синяк извините». «Какие проблемы?» «Я этого не хотела, честно». «Знаю». Сам Дрейтон сказал, что приказ поступился выше. Она не стала этого отрицать. «Кто отдал приказ?» — спросил Джек. «Сами понимаете, я не могу этого сказать». «Кто контролирует деньги, стоящие за «Vieticle Solutions»?» «Попробуйте догадаться». «Те же люди, что угрожали Джесси Мэрил?» «Если пытаетесь пришить убийство ребятам из «Vieticle»?» «Я не смогу помочь вам, даже если бы очень хотел». «Почему нет?» «Потому что не там ищите». «Кончайте с угрозами». «Никакая это не угроза», — отметила она. «Послушайте меня внимательно». «Да вам маленькую подсказку дам». «Как уже быть?» «Если считаете, что Джесси Мэрил была убита, то никогда не найдете ее убийцу там, где ищете». «Так где же следует искать?» «Где-нибудь еще», — небрежным тоном ответила она. «Тео застонал. «Перестань!» «Делаешь вид, словно ничего не знаешь, да?» «Я много знаю, и вряд ли ты станешь отрицать, что слышал это от меня, когда кто-нибудь подвесит тебя вверх ногами и засунет в задницу шило для прокалывания бычьих ноздрей». Тео даже заморгал, стараясь прогнать предстающего перед его глазами страшную картину. Джек окинул девушку, оценивающим взглядом. «Почему ты сказала, что мы не там ищем?» «Я работаю давно и хорошо знаю людей, с которыми приходится иметь дело, и знаю, как они поступают, когда хотят нанести удар». «Говори, да не заговаривайся», — буркнул Тео. «Удар, удар, рознь!» «Вы уж поверьте, если б Джесси Мэрил убили из-за мошенничества со страховкой, вы бы не обнаружили ее тело в ванной у Суайкоков. Вы бы вообще не нашли ее тело. Только, может быть, по частям». Джек с Тео переглянулись с таким видом, точно ни тот, ни другой не знал, как реагировать на это утверждение. «Вы даже не представляете, во что влезли», — добавила она. «Почему же?» «Отмывание денег?» «Это стало ясно из телефонных сообщений и разговоров с Эмом Дрейтоном», — ответил Джек. «Отмыв больших денег сотен миллионов долларов, и Джесси Мэрил с ее жалкими полуторам миллионами здесь совершенно ни при чем. Так что оставьте это, ребята, иначе пожалеете». «Мы сумеем о себе позаботиться», — буркнул Тео. Она протянула руку и требовательным тоном сказала. «Телефон, будьте добры». «Я переписал все сообщения», — сказал Джек. «И наверняка наняли кого-то снять отпечатки пальца, верно? Нам не плевать». «Само собой, что плевать», — вставил Тео. «Почему какую-то мелкую стукачку должны волновать отпечатки пальцев?» «И все равно отдайте телефон». Джек и девушка обменялись с мобильниками. Затем она развернулась и пошла прочь. «Ни тебе спасибо, ни до свидания». Джек провожал ее взглядом до тех пор, пока она не затерялась в толпе у эскалатора, ведущего на станцию метро. «Ну, что скажешь?» «Тут два варианта», — ответил Тео. «Или она кого-то прикрывает, или боится кого-то просто до смерти. Или и то, и другое. Хочешь, чтобы я проследил за ней?» «Нет, не надо, спасибо. У меня есть человек менее заметный». Он уже сел ей на хвост. Вот фигурка девушки мелькнула на эскалаторе, на самом верху. Сидевший на скамье неподалеку от клумбы друг Джека, Майкл Кэндл, шутливо отсалитовал им, отложил газету, поднялся и двинулся следом. Джек пропустил обед. Ему нужно было срочно посмотреть сдаваемый в аренду дом, который нашла для него Абуэлла. Джек собирался жить в гостинице. По крайней мере, до тех пор, пока Синди к нему не вернется. Но Абуэлла считала, что наладить отношения можно будет быстрее, если найти место, где они могут спокойно пожить вдвоем, без матери Синди. И Джек согласился, смысл в этом был. Дом находился в районе Коконат Гроу на Семеновл-стрит и приятно удивил ее. Небольшой, но для двоих места вполне достаточно. Построен в сороковые годы, со всеми очаровательными архитектурными излишествами, о которых строители Южной Флориды забыли к середине шестидесятых. Автостоянка необычайно большая для такого дома, но без травы. На лыжайке высажены разноцветные, бромелевые целые тысячи. Зеленые, пурпурные, полосатые, еще бог знает каких оттенков. Сад прикрывает тень от старых дубов с перекрученными ветками. Прекрасный, удивительный двор. И газон стричь не надо, что тоже немаловажно. Черт с ней, с ценой. Джек еще на пороге решил, что снимет дом. Тебе нравится? Спросил обоел. Джек взглянул на паркетный пол и сосновую доску. На деревянные потолочные балки, на окна, в которые били лучи солнца. Потрясающе! Так и знать, что тебе понравится. Из кухни вышел мужчина, последний поклонник обоелы. Джек встречался с ним и прежде знал, что он считался лучшим танцором маленькой Гаваны. Было ему 82, но, несмотря на столь почтенный возраст, он не шел, а словно плыл через гостиную навстречу Джеку и улыбался во весь род. Как жизнь, Джек! Акцент очень сильный. Но всякий раз при встрече с Джеком он, подобно многим друзьям обоелы, предпочитал говорить по-английски. Все они считали его чистым американцем, пусть и с кубинскими корнями. Джек знал его под именем Эл Родео, а Беверли Хиллз его имя произносили как Родео Драйв. Все остальные называли его в присутствии Джека просто Родео. Имелось у дружка обоелы и второе имя Бубба. Красивый, нет? Мне очень нравится. Сколько? Эл Родео извлек из кармана ручку и нацарапал телефонный номер на обертке от жвачки. «Ты звонить». «А чей это номер?» Эл Родео принялся путанно объяснять на ломаном английском, и Джек с трудом, но все-таки понял, что дом этот принадлежит племяннику Эл Родео, который недавно переехал в Лос-Анджелес. Джек пытался уточнить детали по-испански, но Эл Родео посчитал, что изъясняться по-английски удобнее. Так они и болтали, и по себе напрояснилось, что звать племянника Чип. Немного странное, как показалось Джеку, имя для латиноамериканц. «Чип?» «Си, чип!» «Он дешевка!» пояснила Эл Родео. Примечание. По-английски «Чип» созвучно слову, что означает в переводе «дешевый». «А-а-а, дешевка!» «Си, си, чип!» Симпатичный он парень, этот Эл Родео, но готов побиться об заклад честным именем родной матери, и в английский все же хуже, чем мой испанс. Джек положил бумажку с номером в портмоне. «Сегодня же я позвоню». «Позвоню теперь», сказала Абуэл. «Мне надо подумать. Боюсь, с учетом того, через что нам с Синди довелось пройти, она согласится переехать только в дом, где круглые сутки дежурит охрана. Не позволяй страхом брать верх. Вам, Синди, надо ребятишки, и тогда лучше дом нет». Джек не заглядывал так далеко, но оптимизм бабушки был заразителен. «Надо хотя бы посмотреть весь остальной дом». «Хорошо». Абуэлла взяла Эл Родео под руку и повела его к двери. «Мы пойдем отосматриваться. Один. Мы тебе не мешать, только решай быстро». Джек вовсе не собирался выгонять их, но не успел возразить. Они вышли через стеклянные двери во двор. Он пошел взглянуть на кухню. Окно было открыто, и он слышал, как болтает в патио Абуэлла и Эл Родео. Речь на атолпах туристов, которые буквально наводнили маленькую гавану, где Эл Родео с друзьями привык играть в домино в парке. Эл Родео был далеко не в восторге, что выступает там в роли живого этнического экспоната. «Эти туристы ни хрена не смыслят», жаловался он, «а делают вид, что все понимают. Даже Джек не разбирался толком в этих вещах, по крайней мере до тех пор, пока Абуэлла не переехала в Майаби. Выпуски вечерних новостей создавали впечатление, что американцы кубинского происхождения живут лишь одной страстью – ненавистью. Ненавистью к Кастро, ненавистью к любому политику, которая не состоит к нему в оппозиции, ненавистью к очередной звезде Голливуда, который обменивался рукопожатиями. И курил сигары с этим деспотом, погубившим их родителей, сестер и братьев, дядей и тетей. Нет, конечно, подобные чувства имели место. Но были районы, где жили люди, подобные Эли Родео, человеку на протяжении вот уже сорока лет, содержащему небольшой бар в Майами. И на стене этого бара висел снимок ресторана, которым он некогда владел в Гаване. А ключи от старого гаванского дома лежали в вазочке на кассовом аппарате. Он отказывался забыть то, что некогда любил, отказывался верить, что никогда уже не вернется на родной остров. Джек бродил по дому и думал о жене. — Привет, Джек. Услышав знакомый голос, он вздрогнул. — Синди? — Но как ты? — Тем же путем. А Буэлла меня пригласил. — Да, эта женщина умеет своего добиться. — Определенно. У нас был разговор по душам в мастерской. Она заставила меня задуматься. Голос ее снова немного дрожал, но это эмоции, не от гнева. — Наверное, я слишком бурно реагировал, но ты понимаешь. — Так ты мне веришь? — Что эта пленка записана черт знает когда ищет до Рождества Христова. — До Синди. Она чуть улыбнулась, давая понять, что оценила его юмор. — У меня было время подумать. — Да, теперь я тебе верю. — Если хочешь, могу это доказать. — Уверена, что сможешь. — Мы наняли эксперта по аудиозаписи. — Работа предстоит сложной, поскольку имеется только копия. — Так в полиции тебе дали не оригинал? — Если верить Кларе Пирс, оригинала вообще не существует. Он был уничтожен, а это, в свою очередь, и наводит на мысль, что в Жессе немало постаралась, чтобы создать впечатление, будто роман у нас был недавно. Думаю, она сделала это для того, чтобы шантажировать меня, если я догадаюсь о мошенничестве. — Тебе не обязательно что-то доказывать мне. Я уже достаточно наревелась, и теперь понимаю, пленка — это какой-то трюк. И вообще, если бы у вас случился роман, я бы сразу поняла, почувствовала бы. Джек подошел к ней нежно обнял. — Прости, что сомневалась в тебе, прошептала Синди. — Я все понимаю, ведь тело ее было у нас в ванной, и давай не будем вдаваться в подробности, окей? Давай просто постараемся быть счастливыми, радоваться друг другу, это все, что я хочу, чтобы мы с тобой были счастливы. — Я тоже, — сказал он, не разжимая объятий. Со стороны патио донеслись восторженные крики. Они обернулись и увидели, у дверей стоит Абуэла, смотрит на них через стекло и посылает воздушные поцелуи. Джек улыбнулся и, двигая губами, неслышно произнес всего одно слово. — Грациос. — Пойдем, — тихо сказала Синди. — Надо собрать все вещи. — Сейчас догоню. Через пять минут Джек был в машине и ехал следом за Синдией в Пайнкраст. Для того, чтобы организовать перевозку мебели в новый дом, понадобится минимум два дня, так что придется им провести еще несколько ночей у тещи. Они договорились, что Синди приедет на десять минут раньше Джека и предупредит мать о том, что Джек поживет у них еще несколько дней перед переездом. Очевидно, Эвелин была не столь убеждена в верности зяте. Джек ждал в машине у дома, и вот, наконец, из дверей показалась Синди и сделала ему знак, что все в порядке. В машине зазвонил телефон. Джек даже вздрогнул от неожиданности. Звонил Майк Кэмпбелл. «Ну, а как все прошло?» спросил его Джек. «Знаешь, если бы кто-нибудь рассказал, что я топал за теткой Битых два часа и остался незамеченным, я бы не поверил. Но в данном контексте расцениваю это как большой успех». «Молодец, хорошая работа. И куда она тебя привела?» «В какой-то жуткий райончик. Похоже, ей нравится общество бездомных и наркоманов. Черт, может, она догадалась, что за ней следят. Вот и водила тебя». «Все так, если бы шлялась она бесцельно, но только цель у нее была. Заходила в два места и оба раза, как мне показалось, далеко не случайно. К тому же вроде бы по делу. «Ты имеешь в виду бизнес? Наркотики?» «Нет, кровавый бизнес». «Кровавый?» «Ага». Она посетила пару передвижных пунктов сдачи крови. «Ну, знаешь, такие большие лаборатории на колесах, куда заходят люди, где медсестра втыкает им углу в руку. А выходят они оттуда с наличными». «Что, черт побери, это означает?» «Знаешь, не хотелось выдавать себя». «Вот и не стал задавать вопросов. Думал, может, тебе это что-то говорит». «Нет», ответил Джек, «Пока ничего». Первый фургон стоял на углу бульвара Мартина Лютеркинга и 79-й. Второй примерно в миле от него к западу. Облыв на борту надпись «Дар жизни» и номера телефона. «Будешь записывать?» «Да», ответил Джек и записал номера, которые с кордаворкой проектовал ему Майк. «Еще имечка для тебя имеется». Спросил какого-то донора, который вышел следом за ней. Этот сказал, что врать бы ее зовут Катрина. А вот фамилии он не знал. «Для начала неплохо». «Хочешь, чтобы я продолжил?» «Нет, спасибо. Ступай-ка лучше на работу, займись своим прямыми обязанностями. Слежь-ка куда интереснее. Извини, но дальше предпочитай действовать сам. Если вдруг понадоблюсь, дай знать, обязательно и спасибо тебе». Только сейчас Джек заметил, что Синди по-прежнему стоит на крыльце и манит ее рукой. «Послушай, Джек», сказал Майк, «Да?» «Ты смотри поосторожнее с этой бабой, ладно?» «Потому как мне совсем не нравится женщина, которая ночью избивает моего друга, а днем идут сдавать кровь». «Мне тоже не нравится», подумал Джек. Еще раз поблагодарил Майка и пожелал ему доброй ночи. Юрий Чесноков был в бегах, но находился в своем самым любимом на земле месте. В городке под названием Сьюда Даль-Эсте, где проживали 200 тысяч воров, мошенников, проституток, киллеров, гангстеров, похитителей людей, торговцев наркотиками, наркоманов, карманников, контрабандистов, террористов и хорошо вооруженных революционеров. Это было место, где можно раздобыть все, что твоей душе угодно в любое время суток, в любой день недели. Можно было также получить и то, что тебе совсем ни к чему, то, что не пожелал бы никому другому на свете. Все зависит от того, что ищешь или кто тебя ищет. Сьюда Даль-Эсте находился на той стороне реки Параны, что принадлежала Парагваю. Добраться сюда было очень сложно, но можно, если сильно захотеть. И люди, сколь не покажется это удивительным, валили сюда толпами. Девственные леса и луга трехграничного региона, по таким названиям был известен этот район, прорезали сотни взлетно-посадочных полос, непрерывно садились и взлетали маленькие аэропланы. И, конечно, ни один полет не был разрешен властями. А по мосту с двухполосным движением до бразильского пограничного городка Фос-Ду-Игуаз ежедневно приезжали до 30 тысяч человек. Мост этот служил единственной дорогой для автобусов, грузовиков и частных автомобилей, к нескончаемым потокам прибывающих из пограничных районов Бразилии и Аргентины. Обычный ежедневный ритуал. Покупатели поздно ночью выезжают из Рио-де-Жанейро или других городов. На утро следующего дня они уже в центре Сью-Дан-де-Лесте стоят в шумных, провонявших выхлопными газами пробках. Большинство магазинов и рынков располагалось на Авенида Монсеньер Родригес, главной улице города. Остальные тысяч пять расползались во всех направлениях от центра кварталов на 20 не меньше. Здесь шла бойко торговля дешевой электроникой и сигаретами, но это служило лишь прикрытием для самых наивных и неосведомленных покупателей. Настоящие деньги переходили из рук в руки закулисно. За наличные можно было купить оружие, секс, секс-рабов и рабынь, пиратские компьютерные программы, контрабандный товар, кокаин, хоть тонами, наемного убийцу. Можно также было заказать что угодно от поддельных паспортов до человеческих органов для пересадки. Лишь в Майами и Гонконге оборот наличных был выше. В стране, где официальный воловой внутренний продукт оценивался в 9 миллиардов долларов, сумма торговых оборотов Сьюда-Андалеста, необлагаемых налогом, оставляла не меньше 14 миллиардов. Юрий вышел из своего 30-ти долларового номера в отеле Мюнхен и направился в японский ресторан на Авенида Адрианхара, в самое сердце так называемого азиатского сектора. По улице с грохотом катила телега, запряженная быком, искусно маневрируя и объезжая выбоенные ямы, способные поглотить ее целиком. Грязь и крысы здесь были типичным для февраля явлением, когда средняя температура составляет около 95 по Фаренгейту и сезон летних дождей в самом разгаре. Но все лучше, чем в засуху, когда все вокруг покрывает красная пыль, мелкие красные пылинки проникают повсюду, попадают в волосы и одежду, забывают глаза и ноздри. И Юрий сиронии подумал о том, что пыль является символом растущего влияния русской мафии, которую еще называли красной. Пиво, пожалуйста, сказал он официантке. Что может быть лучше холодного пива в жаркий летний день? К тому же в Парагвае варили очень приличное цервезо. За последние три месяца Юрий навещал этот город шестой раз. И все поездки заканчивались весьма успешно. В ресторане Фугаки он сидел на своем обычном месте за столиком в темном углу, откуда отлично просматривался вход. Сзади к нему подойти никто не мог. Сам же он видел каждого входящего. В тот момент он был единственным посетителем. Сильнейший ливень за окном не позволял высунуться на улицу даже самым стойким любителям японской кухни. Пиво принесли быстро, а две минуты спустя к нему присоединились еще двое мужчин. Фахид был у Юрия посредником. Он привел с собой продавца. Фахид приветствовал Чеснокова по-русски, но обмен любезностями скоро истощился в силу его слабого знания этого языка. Они продолжали беседу по-английски. Все троицы знали его вполне прилично. Третий человек представился Аманом. У него были холодные как у Юрия глаза, только темные, а над верхней губой красовались усики. Юрий предложил заказать выпивку, но они отказались. Фахил говорил, у вас проблемы с товаром, сказал Аман с сильным арабским акцентом. Юрий отпил глоток пива, потом связнул с верхней губы усы от пены. Да, большие проблемы. Вы заказывали вирус, который легко вводится путем инъекций кровь и смертелем для людей с ослабленной иммунной системой. Но именно это мы вам и дали. Возможно, вот только этот вирус западный Нил, он слишком, ну, как это правильно сказать, экзотичен. Мы продали его вам по той же цене, что и более дешевые продукты. Дело не в цене. Если хотели что-то особенное, так и надо было сказать сразу, до того, как мы оформили заказ. Вы выполнили пять заказов, а затем сучили нам вирус западный Нил. Такие штучки не пройдут. Все будет по-другому. Не по-другому. Все в пределах обозначенных вами параметров. Юрий сердито покосился на Фахида. Я говорил, это должна быть разновидность пневмонии. Фахид пожал плечами и сказал, именно это мы заказывали? Какая разница, вставил Аман. Результат все равно один и тот же. Какие проблемы? Юрий помрачнел. Я вам скажу, какие проблемы? Мы укололи женщину из Джорджии и вместо того, чтобы стать обычной жертвой смерти от СПИДа, одной из миллионов жертв этой болезни, она умирает от черт знает какой непонятной инфекции. Во всю идет расследование выясняет, где она могла подцепить редкий вирус, встречающийся только в Западной Африке. Ну и что с того? Расследование скоро закончится, и они все равно ни хрена не поймут. Я заказывал нечто аналогичное с ПИДу, вирусу, от которого люди мрут каждый день как мухи. Мне не нужен непонятный вирус, от которого за последние 20 лет умерли в Штатах от силы две дюжины человек. Но этот дорогой продукт, я сделал вам оптимальную цену. Я ведь уже говорил, дело не в цене, задница ты эдакий. Не смейте называть меня задницей. А да не веди себя как полная задница. Думаешь, я шучу? Аман навалился грудью на стол. Вот что, мистер Юрий, тут вам не Блунгдейл, а Сьюдал Далесте, и никаких возвратов здесь не бывает. Юрий потянулся через стол и вцепился ему в глотку. Только дернись, гадюка, горло вырву. Глаза у Амана выкатились из орбит. Он задыхался, но не осмеливался дать отпор Юрию. Фахид, похоже, тоже струхнул и молча наблюдал за этой сценой. И ты сиди, как сидел, Фахид, потому как я одержу на прицеле твои яйца. Фахид опустил глаза и увидел у себя меж колен ствол пистолета 22-го калибра с длинным глушителем. Одной рукой Юрий по-прежнему держал Амана за горло, а другой был зажат пистолет. Лицо у Амана посинело. Прекрати, Юрий, выдавил наконец Фахид. Неужели нельзя договориться по-хорошему? Отдайте деньги. Фахид снова покосился на пистолет, уверен, это не проблема. Хочу услышать это от Амана. Не держи его за глотку, тогда он скажет. Но Юрий не отпускал. Пусть кивнет, и так сойдет. Но как поступим, Аман? Я получу обратно свои деньги. В угол герта Амана показалась слюна. Он прохлепел что-то невнятное. Пальцы Юрия еще сильнее впились в горло. Так получу я обратно свои деньги или нет? На лбу у Амана выступили крупные капли пота, он хрипел и задыхался. Я жду, сказал Юрий. Глаза раба закатились, веки и ресницы мелко дрожали. Казалось, он вот потеряет сознание. Да отпусти ты его, сказал Фахид. Заткнись. Даю тебе пять секунд, Аман. Аман застыл, волосатые ноздри широко раздувались, со свистом втягивая в воздух. Затем он приподнял правую руку и жал пальцы в кулак. Он держал его несколько секунд, а затем сделал неприличный жест, медленно приподнял средний палец. Ах ты, суткин кот! Юрий рванулся вперед и набросился на Амана, перевернул столик, резко ударил коленом солнечное сплетение и одновременно вывернул правую руку назад. Раздался сухой щелчок, напоминающий звук выстрела. Это сломалась кость, и Аман дико взвал от боли. Его локоть был неестественно вывернут. Фахит не успел среагировать. Все это случилось в считанной доле секунды. Юрий развернул Аман и сунул стол пистолета ему в пах. Не лезь, Фахит, иначе сейчас кастрирует твоего дружка. Аман жалобно повизгивал от боли. Других посетителей в ресторане не было, но официанты, заметив происходящее, ударились в бега, бросились вон и спрятались на улице, придерживаясь негласного закона выживания сюда до леста. Иными словами упорно смотрели в другую сторону. Юрий схватил Амана за руку и сунул средний палец ему в рот. Не хочешь бабки отдавать, сука? Тогда палец отдашь. Фахид было шагнул к ним, но Юрий еще сильнее вдавил ствол пистолета в пах араба. Фахид замер на полпути. Юрий все глубже совал палец Аману в горло. А ну кусай! Откусывай! Мне нужен этот палец! Аман тихо подбывал, в глазах его стояли слезы. Раздался приглушенный выстрел, пуля угодила Аману в левую ступню, нога дернулась, точно через нее пропустили электрический ток. И даже несмотря на то, что палец глубоко ушел в угорло, он умудрился испустить сдавленный крик «Откусывай! Кому говорят!» Лицо Амана исказило из челюсти непроизвольно. Сжались от окрика «Сильнее! Кусай сильнее! До конца!» Тело Амана сотряслось от судорог. Изо рта бежала кровь, зубы перегрызли кожу и сухожили. «Не надо, Юрий!» взмолился Фахид. «Нет, конца!» «Он теряет сознание!» пролепетал Фахид. Кровь доля струйками бежала по щекам и подворотку. Собиралась в ушных раковинах. Зубы сжимались все плотнее, резцы начали дробить кость. «Хочу услышать, как она треснет!» «Перестань, ладно!» сказал Фахид. «Я отдам тебе все деньги!» «Считай, что я тебе должен!» «Только отпусти его!» Юрий поднял глаза на Фахида, затем снова взглянул на Амана. Все лицо его было залито кровью, вместо ступни кровавая мессия, а левая рука походила на крендель. Резким рывком Юрий выдернул палец из челюстей Амана, палец был сломан, мышцы и сухожилии порваны и прогрызены до кости. «Меня от вас тошнит!» сказал Юрий. И уже поднимаясь быстро и резко ударил два раза по сломанному локти Амана, отчего несчастный громко взвыл от боли, а потом рухнул вниз и начал кататься по полу. «Чтобы отдали все до последнего пенни, до того, как я уеду из города и, пожалуй, не только за последний заказ. За все шесть!» «Ясно?» «Сегодня же вечером доставлю тебе деньги в гостиницу», сказал Фахид. «И когда? Мы в расчете, правильно?» «Мы никогда не будем в расчете!» «Из-за вас задниц!» «Я потерял самый большой в жизни контракт!» «Как это?» «Да эти ублюдки из Майами, на которых я пахал!» «Они отсекли меня от доли!» «И все по вашей вине, из-за вашего гребаного вируса с западной Нилой!» Он развернулся, и изо всей силы наступил Аману на раненую ногу. А раб снова взвыл от боли. «Мне очень жаль, Юрий», сказал Фахид. «Ты даже не представляешь, как пожалеют ребята из Майами!» Он сунул пистолет в кобуру под рубашкой, швырнул на стол 20 долларов, по здешним меркам вполне достаточно, чтобы расплатиться за пиво и сломанный столик, и вышел из ресторана, предоставив Фахиду возможность заняться пострадавшим. В восемь утра Джек собрался на работу. Синди уехал к себе в студии двумя часами раньше, заметив, что утреннее освещение особенно благоприятно для съемок на улице. Джек прошел на кухне выпить чашку кофе. Мать Синди сидела за столом и читала газету. Доброе утро, сказал Джек. Угу, пробормотала Эвелин, не отрываясь от кроссбурга. Джек колебался секунду, потом сказал Эвелин, я хотел поблагодарить вас. За что? За то, что дали нам Синди приют, позволили пожить здесь. Она подняла глаза от газеты. Что только не сделает мать для родной дочери. Судя по тону, каким были произнесены эти слова, сразу становилось ясно, она сделала это не для него. Мы можем поговорить хотя бы минутку. О чем? Джек придвинул стул и уселся напротив. Вы были очень холодны со мной с тех пор, как всплыла эта старая запись. Синди, слава богу, меня простила. Что я должен сделать, чтобы наладить отношения с вами? Ничего тебе делать не надо. Ничего не надо делать, или я не смогу тут ничего поделать. Господи, к чему устраивать себе и другим такую головную боль? Джек посмотрел ей прямо в глаза и сказал, я вашей дочери никогда не изменял. Это меня не касается, разбирайтесь сами. Тогда почему вы все время даете понять, что я совершил нечто ужасное и непоправимое? Ну, если ты действительно так все воспринимаешь, тогда может и совершил? Джек понимал, что разговора не следовало затевать вовсе, но он просто не мог выносить холодных презрительных взглядов тещи. Мне кажется, вам это только в радости. В смысле? Если бы я действительно обманывал Синди. Глупости. Нет, правда? Вам хотелось бы... Что за дурацкий вопрос? Вопрос, на который вы не хотите отвечать? Но с какой статья должна желать родной дочери плохого? Это не ответ. Позвольте высказать догадку. Вы будете счастливы, если она меня бросит, верно? Чему все эти разговоры не понимаю. Тон Эвелин стал жестче. Давно пора. Так вы думаете? Она раздраженно отвернулась, потом опустила глаза и типа сказал, я против тебя ничего не имею. Честно, Джек, я вовсе не считаю тебя ужасным человеком. Уже прогресс? Вы никогда во мне так тепло не отзывались? Было время, когда я говорил о тебе только хорошее. А потом все изменилось, да? Эстебан все изменил. Я нападение, но до сих пор при упоминании об Эстебане у Джека по коже пробегали в мурашки. Синди говорила, что вы думаете на сих счет? Ее ночные кошмары не закончатся, пока она со мной. Но на не напал твой клиент. Это было, когда я занимался смертными приговорами. Теперь не занимаюсь. И все позади. И все осталось. Страхи будут преследовать ее всегда. Она о чем вы думаете. Я говорю не только об Эстебане. Знаю, о чем вы говорите, но я ничуть не похож на ее отца. Эвелина молкла и откинулась на спинку стула с таким видом, точно этот разговор отнял у нее все силы. А потом вдруг заговорил снова, и голос звучал уже мягче, но серьезнее. Тебе известно, почему мой муж покончил с собой? Думаю, что этого никто не знает. Известно, как отразилась эта смерть на нашей семье. Могу лишь представить. Я не прошу представлять. Я спрашиваю, что тебе известно? Да, пожалуй, что ничего, ведь меня там не было. Тогда ты совсем не знаешь Синди. И нечего притворяться, будто знаешь, что для меня хорошо, а что плохо. Слова эти рассердили Джека. Не только потому, что показались обидными. Стало ясно, что Эвелин думала так очень давно. Знаете, Эвелин, вы были правы, не следовало задевать этот разговор. Совершенно бесполезны. Да, и некоторые вещи лучше оставлять недосказанными. Особенно, когда оба мы понимаем, что я права. Джек взял курушку и вышел из дома. Залком допил кофе на крыльце и направился к машине. Повизгивая шинами на поворотах, машина уносила его все дальше от дома, от матери Синди и столь болезненных для него истин. Джек возвратился с утреннего заседания в федеральном суде страшно довольный собой. Приятно было осознавать, что несмотря на личные весьма нешуточные неприятности, он все еще может на славу потрудиться для своего клиента, пусть даже клиенты виновен. Едва он вошел к себе в кабинет, как в дверь влетела роза. Она следовала давно укоренившейся привычки, осплетничать после судебных слушаний. Да, и Джек был совсем не против поделиться с ней подробностями. Но сейчас она преподнесла ему неприятный сюрприз. Джесси Мэрил упомянула тебя в своем завещании. Джек уж своим не поверил. В качестве кого? В качестве наследника. Новость просто не укладывалась в голове. Он даже не задумывался о завещании Джесси. И, конечно, не говорил о нем с Кларой и ее личным представителем. Быть того не может. Только что говорила по телефону с Кларой. Она предпочитает иметь дело с твоим адвокатом. И что же она сказала моему адвокату? Засчитывать завещание будут завтра в нее в конторе, в половине четвертой. Ты приглашен, поскольку являешься наследником. Сказала, что мне причитается? Нет, только намекнула, что сам факт лишний раз служить подтверждением у тебя был мотив убить Джесси. Не шуточный. Надеюсь, она не оставила мне деньги. Роза на секунду задумалась. Да нет, маловероятно. Но с другой стороны, знаешь, я начинаю думать, что с головой у нее было не в порядке. Это точно. Ты не понял. Я говорю об умственном расстройстве, имеющем медицинское подтверждение. «Тебе стало известно нечто такое, чего не знаю я?» Роза подошла к окну и сказала «Слышала, что медэксперт вот-вот огласит свое заключение. Что в нем? Официально пока ничего. Но один человечек, имеющий к этому отношение, все же проговорился. В тканях печени и почек обнаружено повышенное содержание свинца». «Тебе это что-то говорит, Джек?» Он смотрел прямо на розу, но не видел ее. Да, уже было отравление свинцом. Один раз в крови, когда она умерла, свинца обнаружено не было. А вот его следы остались в жизни на важных органах. Джек загорел торпливо взахлеб, словно мысли опережали слова. «Значит, она действительно была больна? Но это еще не доказывает, что обмана не было. Очевидно, кому-то на определенном этапе заболевания пришла мысль воспользоваться отравлением и превратить этот случай в заболевание Алст. И все с единственной целью надуть инвесторов из Виатикл Солюшнс. Идея принадлежала Джесси или доктору Маршу. Возможно, совместное творчество в постели? Согласно с тобой, но я не о том. О чем же? Отравление свинцом часто вызывает весьма серьезные осложнения психического характера. Паранойю, галлюцинации, раздражительность. Словом, все то, что присуще кандидатке в самоубийство. Так? Ну, разве что исключить странности этого самоубийства. Как прикажешь понимать? Роза присела на краешек стола и теперь смотрела прямо на Джека. Объясняю. Пока мы выяснили, что отравление может служить причиной весьма странного поведения Джесси перед смертью, она упоминала тебя в своем завещании, вписала твое имя в совместный банковский счет, использовала аудиопленку с целью доказать, что вы состояли в интимных отношениях. Но тут все ясно. Она намеревалась выставить меня соучастником. Скорее, страховка на случай, если ты поднимешь шум по поводу мошенничества. Верно. Как только эксперт выдаст заключение по пленке, мы сможем доказать обвинителю, в чем состоял ее замысел. Да, но при отсутствии оригинала не так просто доказать, что вы с Джесси крутили любовь семь-восемь лет назад. Любой толковый эксперт поймет, что это копия. Единственная причина, по которой Джесси изготовила копию, а затем уничтожила оригинал, создать впечатление, что роман у нас был совсем недавно. Все это, конечно, верно, сказала Роза, но я далеко не уверена, что твоя версия вымогательства имеет связь с пленкой. Слишком уж много эмоций. О чем это ты? Итак, мы знаем следующее. Джесс скопировала пленку с оригинала для того, чтобы запись выглядела свежей. Отсюда вопрос, зачем она хранила оригинал все эти годы. Надеюсь, ты не думаешь, что она начала планировать мошенничество со страховкой восемь лет назад. Я говорил тебе, пленка превратилась в расхожую шутку между нами. Возможно, в конце концов, она сунула ее в коробку из футбол обувида и забыла, а вспомнила недавно, когда ей понадобилась моя помощь. Не верится, что так много лет она хранила пленку самыми невинными намерениями или просто позабывчивости. Я слушала записи. Я вообще-то тоже. Тебе стоит еще раз послушать, не испытывая ни малейшего желания. Надо. Пошли. С этими словами Роза поднялась и направилась к двери. Куда? Пленка у меня в картотеке. Я не хочу, сказал он. Но Роза уже вышла в коридор. Жек последовал за ней. Роза отверла ящик, достала пленку и вышла в конференц-зал. Жек с отвращением наблюдал за тем, как она вставляет кассету в стерео. Нам вовсе не обязательно слушать все. Самое интересное тут, на мой взгляд, в конце. Она нажала кнопку, отмотала почти до самого конца, потом покосилась на Джека. Готов? Он покачал головой. К чему все это? Не переживай, ничего страшного. Все стоны и вздохи оставим за кадром. В самом конце любопытный разговор. Джесси пытается уговорить тебя перейти от аудио к видеозаписи. Она нажала на кнопку. Легкое потрескивание шуршами, затем Джек услышал свой голос. Нельзя ли выбрать эту чертову камеру, а? Оставь. Аудиозапись мы уже сделали, почему бы не попробовать видео? Потому что она похожа на одноглазого монстра. Пялится прямо на меня. Это я все время пялюсь на твоего одноглазого монстра. И не надо тыкать пальцем в... Надо же, какой ты у нас мистер скромник. Выключи, я сказал, почему? А ты как думаешь, почему? Потому что тебе не нравится делать это во время разговора. Нет, мне просто не нравится, как она на меня смотрит. Значит, магнитофон тебе не мешает, когда ты трахаешься. Уже хорошо. Но я о другом. Знаешь, пора бы нам потолковать о том, как мы друг к другу относимся. С какой стать? Ты что же боишься говорить о своих чувствах ко мне, да, Джек? Нет? Тогда говори. Скажи, все запишется? Прекрати. Она испугался. Черт побери, Джесси, я просто не хочу. Перетрусил цыпленок. А я не боюсь. Могу, глядя прямо в камеру, сказать про свои чувства. И снова настала пауза с шуршанием и потрескиванием. Многозначительная пауза перед тем, как Джесси произнесла свои последние на этой пленке слова. Я не хочу жить без тебя, Джек Свайтек. Мне без тебя не жить. Раза нажала на стоп. Посмотрела на Джека и протянула «Ну?» Что «Ну?» Пустая болтовня двух любовников. Люди очень часто говорят друг другу жить без тебя не могу. Ну и все такое в том же духе. Да, конечно. И в 99 случаях из 100 это означает просто, что они предпочитали жить с вами, а не с кем-то другим. Но в некоторых довольно редких случаях эти слова имеют более буквальное значение. Если выбирать между смертью и жизнью без тебя, я выбираю смерть. Да такие слова звучат каждый день в тысячах спален. Скорее умру, чем потеряю тебя, ля-ля-ля и так далее. И это вовсе не означает, что человек готов совершить саму убийство. По большей части нет, конечно. Но иногда такое случается. Но ведь это было 8 лет назад. Ты не знаешь, что произошло с Джесси после того, как вы расстались. Возможно, после разрыва с тобой жизнь ее превратилась в целый цвет несчастья. Почему-то ты не желаешь учитывать, именно она бросила меня. Разве? А может быть, ты заставил ее порвать отношения, потому что упрямо отказывался говорить о своих чувствах? Ты ведь сам рассказывал. Спустя примерно полгода она пыталась помириться? Может быть, хватит всей этой дешевой психологии? Пленка нашей отношения все давно бельем просла. То, что ты говоришь, домыслы чистой воды? Не стоит отмахиваться, если тебя все же обвинят в убийстве, это может стать линией твоей защиты. Да, тут ты, пожалуй, права. Старая подруга около десяти лет сгорала от любви без взаимности, вписала меня в свой банковский счет, оставила по завещанию целую кучу денег, восстановила старую пленку, где мы занимаемся любовью, и все это ради того, чтобы предоставить мне мотив для убийства. Смешно. Да послушай, ты, с самого начала речь шла о том, что Джесси, возможно, хотела о чем-то заявить, покончив с собой у тебя ванну. Может быть, она просто хотела сказать, тем самым меня убил Джекс Свайпик? Ты что, серьезно? Считаешь, она покончила с собой только для того, чтобы я в тюрьму сел? А ты вдумайся, хорошенько. Такой трюк, сам понимаешь, одноразового действия, а потому обставлен должен быть идеально. Покончить с собой, но чтобы все выглядело как убийство. И если все вставить правильно, настоящий убийца будет вне подозрений. Джек присел на краешек стола и задумался. Возможно, он действительно проглядел единственно приемлемую линию защиты, более того, самую лучшую линию защиты. А все потому, что боялся реакции жены. Знаешь, у меня возникает ощущение, что вот-вот ухвачу нить, но нет, она выскальзывает. Вот и хорошо, я не говорю, что тебе непременно предъявят обвинение. Но если произойдет худшее, эта версия поможет сбить с толку кого угодно. Мне самому хочется узнать правду. Неужели, конечно? Ну, тогда, может, в конце концов и узнаешь. Будем надеяться, правда кажется не столь уж страшной. Джек задумчиво кивнул, наблюдая за тем, как Роза вынимает пленку из кассетника. Катрина подром увидела на руках кровь. Ну вот, пожалуйста, весь день работы на смарку. Роберка протекла. Очевидно, какой-то идиот из передвижной станции под сдачей донорской крови плохо закупорил ее, что случалось довольно часто при переправке продукта в распределительный центр. Подобные проколы неизбежны, когда имеешь дело с неквалифицированным персоналом. Да и что от них ожидать? Месяцем раньше группа работала в салоне видеопроката. Еще через месяц те же люди будут торговать бижутерией. А теперь вот кровь перевозят. Зараженную кровь. Слава Богу, что на мне резиновые перчатки. Катерина терла и отмывала руки дезинфицирующим мылом в помещении распределительного центра. Из холодильного отделения вышел ассистент. Одет он был в зимнее пальто на меху, в руках коробка, где могло поместиться с дюжин пробирок на сухом льду, прикрытых сверху пузырчатой целлофановой проплаткой. Куда отправлять, спросил он. Сидней, Австралия. Он взял ручку и специальную наклейку для указания адреса. Знаешь, совсем недавно видел по ящику передачи про этот самый Сидней. Оказывается, туда англичане отправляли самых закоренелых преступников. Это было давно. Так стало быть, все там жни жители являются потомками уголовников и каторжников. Но не все. И все равно тюрьма, она и есть тюрьма. У них небось и так полно крови, зараженной спидом. Зачем им наши? Катерина вразительно закатила глаза. Нет, работать приходится просто с дебилами. Полными дебилами. Он обмотал коробку куском липлой ленты и наклеив бирку с указанием адреса доставки. Ну вот, готово. Наш футбольный мяч и готов к отравке в Австралию. Так дам сейчас ногой. Так и перелети через моря и океаны. Даже думать не смей. Да что я, дурак, что ли? Он снял пальто, повесил на крючок рядом с входом в холодильный отсек и направился к выходу. Эй, гений! окликнула его Катерина. Ты ничего не забыл? Он обернулся и увидел у нее в руках незаполненный до конца бланк, тихонько застонал. Послушай, может, хватит? И без того уже добрых три часа снулил в этот холодильник и обратно. Неужели не можешь заполнить за меня счет фактуру, детка? Ладно, так и быть. Но при условии, что ты перестанешь называть меня деткой? Он подмигнул и улыбнулся так, что ее едва не стошнило. Ты все правильно поняла, милашка. Она решила пропустить это мимо ушей. Так будет проще. Она вовсе не собиралась работать здесь до конца своих дней и напрасно тратить время принуждать других исполнять свои обязанности как следует. Да и так уж много времени уходит на бумажную работу. Один подлинный счет фактуры на законное приобретение и продажа зараженной крови и еще четыре поддельных для фиктивных покупателей чрезвычайно дорогого медицинского материала, которого на самом деле не существовало. У корпорации под названием биологические исследования имелось достаточно сотрудников материала и торговых сделок, чтобы выглядеть вполне приличной компанией, продающей образцы крови для использования в медицинских исследованиях. Самое удивительное, этот кровяной бизнес стал для нее большим шагом в карьере. Лет 12 назад Катрина добиралась в Майами с Кубы кружным долгим путем через Чехосновакию. Четыре года прожила в Праге в качестве участницы одной из самых позорных и малоизвестных программ Фиделя Кастро. В 17 лет в числе 80 тысяч молодых кубинок и кубинцу ее отправили в Восточную Европу для работы за чисто символическую плату. Страны получали дешевую рабочую силу, распределяя кубинцу туда, где отказывались работать и европейцы. Костро взамен получал твердую валюту. Попав в Чехосновакию, Катрина почти ничего не видела, кроме завода, на котором работала, до комнатки, которая делила семью другими девушками. Обещанной зарплаты и той не видела. Все это укрепило ее в решении никогда не возвращаться на Кубу. Со временем она стала мечтать только об одном, как бы выбраться из Праги живой, но временами казалось, что это невозможно. Катрина, она подняла глаза от бумаг и увидела в дверях босса. Владимир служил своего рода официальным прикрытием их деятельности. На складе почти не бывал, особенно сих пор, как они занялись этим бизнесом с кровью. Да, сэр. Он приблизился, осторожно обходя разбросанные по бетонному полу коробки. Подмышкой у него была зажата глянцевая красная папка, содержащая самые последние документы по маркетингу для корпорации Виатикл Сюлендж. Катрина поняла, он пришел совсем по другому поводу. Офисы двух компаний делили между собой это помещение. Только что говорил по телефону с парнем, который сказал, что ты направила его ко мне. И я направил к вам? Низкий голос капустар выздоровенного спортсмена. Сказал, что хочет встретиться и поговорить, будто бы у него какое-то очень выгодное деловое предложение к Виатику. Его имя? Тео. Теонайт. Ты его знаешь? Катрина сразу же вспомнила имя. Да, знаю. Я договорился о встрече в Буром Медведе. Сегодня вечером. И он очень настойчиво приглашал тебя. Ты пойдешь? Катрина отложила в сторону бумаги, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие. Да, конечно. Всегда приятно поболтать со старым дружком Тео. Джек с Розой прибыли в адвокатскую контору Клары Пирс ровно в 3.29 дня. Чтение завещания Джесси Мэрил было назначено на половину четвертого, и оставшиеся минуты было для Джека достаточно, чтобы освоиться в лобове врага. Из приемной их провели в конференц-зал и пригласили присесть в кожаные кресла темно-красного цвета, расставленные вдоль длинного стола. Судя по обстановке, Клара процветала. Толстые ковры, стены обшиты деревянными панелями и затянуты сверху натуральным шелком. Главным предметом обстановки был, разумеется, стол. Все остальное сосредоточивалось вокруг него. Вырезан он был из натурального камня кремово-белых тонов, поверхность шероховатая, специально оставлена неотполированной. Словом, совершенно бесполезный и страшно дорогой предмет мебели, которые ломкие дельцы-декораторы зачастую уговаривают приобрести процветающих адвокатов для солидности и пускания пыли в глаза клиентам. Писать на нем было, конечно, невозможно. Секретарша принесла кофе и предупредила. Пожалуйста, пользуйтесь специальными подставками. Камень пористый, его легко испачкать чернилами. Да, конечно, кивнул Джек. Красиво и непрактично, подумал он. Джесси бы понравилось. Выходя, секретарша затворила за собой дверь. Роза и Джек переглянулись, несколько обескуражены тем фактом, что остались одни. А ты уверена, что Клара назначила на 3.30? Спросил Джек. Само собой. Тут дверь отворилась, и в комнату вошла Клара Пирс с кожаной папкой под мышкой. Извините за опоздание, сказала она. Они обменялись рукопожатиями, причем на лице ее не было и тени улыбки. Впрочем, много времени это не займет, так что начнем, пожилой. А что, разве больше никого не будет, удивился Джек? Нет. Господи, я что, единственный ее наследник? Думаю, на этот вопрос ответится Маджаси. Она составила весьма необычное завещание. Джек вновь недоуменно раскрыл рот, но тут Роза незаметно ткнула его локтем, словно напомним тем самым, что они пришли сюда слушать, а не задавать вопросы. Клара достала из папки бумаги и выложила перед Розой. Джек потягивал кофе и по рассеянности поставил чашку на стол. Глаза у Клары расширились. Казалось, я сейчас хватит удар. Затем прищелкнул пальцами, она произнесла «На подставку, Джек, будь любезен на подставку». «Ох, прости. Этот стол привезен из Италии. Самый дорогой предмет мебели, который я когда-либо приобретала. Пятна вывезти невозможно, испачкаешь, стол погиб». «Это я просеянности просто забылся на секунду. Обещаю больше не повториться. Благодарю». «Не могли бы вы зачитать завещание?» «Спасил Роза». «Да, конечно». «Позвольте лишь для начала заметить, что официальное чтение завещания не моя идея. Сама я предпочла бы вручить вам копию, а оригинал заверить. Но такова была воля Джесси. Объяснять все это было необязательно, но все равно спасибо». «Что ж, прекрасно, итак начнем. Я, Джесси Сьюзен Мэрю, находясь в добром здравии и ясном уме, настоящим объявляю». «Как же в добром здравии?» подумал Джек. «Возможно, завещание лучше было бы начать так. Я, Джесси Сьюзен Мэрю, находясь в ясном уме, и куда более добром здравии, чем притворялась и во что заставила поверить всех окружающих, в том числе и этого тупийцу, моего адвоката Джека Сывайтыка, чьей доверчивостью воспользовалась в своих користных целях. Клара, между тем, продолжала зачитывать длиннющую преамбулу. Через минуту или две она сделала паузу, отпила глоток воды, аккуратно поставила стакан на подставку и перешла к самой сути завещания. «Моим имуществом завещаю распорядиться следующим образом», торжественно произнесла Клара и перевернула страницу. «Первое. По истечении шести месяцев после моей смерти все мое имущество, в том числе акции и ценные бумаги, а также недвижимость, следует распродать и превратить в наличные. Второе. Процесс этой ликвидации поручаю своей личной поверенной в делах Кларе Пирс в соответствии с ранее заключенным с ней трастовым соглашением, о чем есть указание в пункте А. Третье. Единственным наследником всего имущества назначаю ребенка мужского пола, нареченного Джеком Мэрилом и рожденного 11 октября 1992 года в центральной больнице города Тампа, штат Флорида, который 1 ноября 1992 года был отдан матерью, то есть мною, Джесси Сьюзан Мэрил, на усыновление. Четвертое. Джек уже больше ничего не слышал. Поставил чашку в скопе на стол и сказал «Извини, я не ослышался, у нее был ребенок?» И снова Клара раздраженно прищелкнула пальцами «Подставка!» Джек автоматически сам не осознавая того, что делает, передвинул чашку «И его зовут Джек?» «Пожалуйста», сказала Клара «Дай мне возможность дочитать документ до конца «Вопросы будем задавать потом» «Вообще-то у нас нет никаких вопросов», вмешалась Роза «Мы здесь для того, чтобы просто сидеть и слушать «Верно, Джек?» Она надавила острым каблучком ему на ногу «Но Клара только что сказала, пробормотал он я слышала прошу вас мисс Пирс продолжайте мы больше не будем прервать вас обещали Клара перевернула страницу «На время составления данного документа местонахождение и имя наследника неизвестны если в течение года после моей смерти он установлен не будет данное завещание аннулируется и все мое имущество переходит к отцу наследника Джону Лоренсу Свайтаку «Что?» «Черт побери Джек в последний раз предупреждали используя подставку но Джесси никогда не говорила что у нее есть ребенок «Спокойно Джек сказала Роза подставка умоляю взмолилась Клара и уж тем более не говорила что я и его отец Роза схватила его за руку «Пошли!» «Нет я хочу это слышать!» «Снимешь ты наконец состала эту чашку или нет?» «Вот что Джек если ты не можешь заткнуться и слушать спокойно мой долг как адвоката увезти тебя отсюда?» «Нет!» крикнул он резко вырвал руку и сбил копейную чашку глячая черная жидкость появилась на стол Джек вернулся вперед попытки предотвратить катастрофу но было поздно рот Клары был раскрыт безмолвным крики глаза округлились и стали похожи на две серебряные монеты все трое в ужасе смотрели на расплывающейся в центре кремо-белого стола темные лужицы жидкость быстро впиталась пористую поверхность осталось безобразное коричневое пятно в помещении моментально воцелилось похоронное настроение дорогой стол Клары напоминал теперь окаменявшие экскременты динозавра «Клара прости ради Бога мне правда страшно жаль ублюдок паршивый это нарочно я нечаянно клянусь стол погиб его можно отмыть я заплачу да нельзя его отмыть ты с гадью мой чудесный мой изумительный стол сам не понимаю как это произошло думаю нам пора сказала Роза Клара была на грани истерики да очень вас прошу пожалуйста убирайтесь отсюда к черту но мы еще не дослушали завещание возразил Джек того что я успела прочесть достаточно Джеку хотелось прослушать все до конца он надеялся найти в этом странном документе нечто хоть немного проясняющее ситуацию но Клара не собиралась идти ему навстречу она не двинулась с места так и сидела упавшись локтями в стол один локоть покоился на пресловутой подставке и смотрела на большое коричневое пятно прости если можешь пролепетал Джек уходите ответила она не поднимая глаз Джек с Розой поднялись и молча направились к двери лучи заходящего солнца просачивались сквозь жалюзи это немного раздражало глаза но помощник прокурора штата Бенна Янковиц решил оставить все как есть всякий раз беседует со свидетелем от показаний которого зависел ход процесса он старался сделать так чтобы собеседник чувствовал себя не слишком комфортно по другую сторону стола возвышалась фигура Хьего Заморы этот мужчина весом около 300 фунта обладатель низкого звучного голоса выступал защитником в криминальных процессах рядом с ним сидел доктор Марш он явно нервничал перед ним лежал единственный листок бумаги подготовленный Заморы в нем был текст который должен произнести доктор Марш на суде перед жюри присяжных при условии что прокуратура предоставит ему иммунитет от преследования Янковиц притворился что перечитывает показания еще раз барабаня пальцами по столу и водя глазами слева направо словно по строчкам и вот наконец он поднял голову и произнес не производит впечатления мы открыты для любых переговоров сказал Замор возможно следует отточить формулировку мне это не поможет простите но я с вами не согласен все ваше дело против мистера Свайтека основано на предположении что у Джека Свайтека был роман с Джесси Мэри и насколько я понимаю ваша версия сводится к тому что женщина угрожала рассказать об этом жене Свайтека что послужило причиной убийства я не собираюсь комментировать свои версии прекрасно в таком случае поговорим о доказательной базе доказательством любовной связи является насколько я понимаю аудиопленка изъятая в ходе описи имущества мисс Мэри так не намерен обсуждать с вами происхождение собранных улик я и не прошу мы оба прекрасно знаем что департамент полиции можно сравнить с дырявым решетом не стану называть имен но ваш же собственный эксперт подтвердил что так называемое главное оружие обвинения пресловутая пленка вовсе не является оригиналом оригинала не существует у вас на руках всего лишь копия а это оставляет свою такую лазейку для защиты он вполне может заявить что запись сделана до его же нить и Янковиц промолчал замор продолжил и вот теперь доктор Марш готов прикрыть эту зияющую брешь в вашем деле он разумеется категорически отрицает что был участником мошеннической сделки о которой говорит Свайтов но он обязательно скажет присяжным что как лечащий врач мисс Мэриу сблизился и подружился со своей пациенткой или что вечером того дня когда дело мисс Мэриу было выиграно в суде она пришла к нему домой поблагодарить его лично но одно влечет за собой другое короче они стали любовниками знаю прочел в этих показаниях давайте послушаем запись ни к чему я уже подошел к самой важной существенной части много времени это не займет всего секунд 20 он на миг задумался глотнул почти остывшего кофе как вообще появилась эта пленка очевидно Джесси любила проводить время именно в таких забавах это можно понять прослушав пленку вы что же хотите сказать что у вас есть запись того как Джесси и доктор Марш занимаются сексом да правда качество записи неважное она установила камеру на три ноги ну а потом к слову вы поняли чем они занялись Янковиц покосился на Марше тот был старше его по возрасту а потом сказал и вы считаете мне обязательно это смотреть нет допустим изображение нам важно то что там говорилось так уж и важно проворчал Янковиц Замура протянул ему кассету стенку был встроен небольшой телевизор с видеоплавером Янковиц вставил кассету а затем затемнил экран щадя свое зрение и чувство доктора Марша нажал на кнопку и вернулся на свое место ничего не слышно заметил он после паузы прибавьте громкости посоветовал Замура он прибавил послышался шорох затем женский смех причем звучал он скорее злобно чем счастлив а затем стон мужчины прямо как в плохом порнофильме заметил Янковиц спорить с ним никто не стал доктор Марш еще глубже погрузился в кресло теперь голоса на пленке звучали громче слышалось тяжелое ритмичное дыхание голос Джесси набирал силу сильнее малыш крепче вот так отдай его мне весь давай же давай вот так да 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 о господи Джек да да замор кивнул и повинуясь его знаку Янковиц нажал на стоп но вы все слышали спросил после паузы Замура да она совершенно отчетливо произнесла это имя Джек Янковиц скроил гримасу и покачал головой это ничего не дает женщина выкрикивает имя другого мужчины и вот и все ничего не будет на миме заметьте Джек Джек Суайт это еще не доказывается что у них был роман это просто означает что занимаясь любовью с доктором Маршем она думала о Суайтоне ничего более таким образом на данный момент вы никак не можете доказать что у них был роман все лучше чем ничего полагаю вам известно об этом любовном треугольнике больше чем вы говорите если хотите получить иммунитет советую поделиться со мной мы дали вам все что у нас есть тогда ни о какой сделке не может быть и речь прекрасно сказал Замора нам пора погодите остановил его доктор Марш идемте доктор стоял на своем Замора я уважаемый в городе человек врач его нисходящий от всей этой истории с Джесси Мэриф позорит мое честное имя я не позволю вытаскивать на свет Божий всю эту мерзость и грязь а теперь мистер Янковиц скажите прямо чего вы от меня хотите хочу знать правду мы рассказали вам правду не совсем не до конца тогда дайте нам иммунитет сказал Замора и получите то что хотите глаза их встретились затем Янковиц перевел взгляд на доктора Марша хорошо даю вам иммунитет но требую взамен две вещи назовите все что известно доктора Свайпеке и Джесси Мэриф это запросто еще я хочу чтобы ваш клиент прошел тест на полимерке хочу знать имеет ли он отношение к смерти Джесси Мэриф если пройдет испытание считайте мы договорились но погодите минутку скричал Замор договорились и сказал Марш только вопросы должны касаться непосредственного убийства а на тех что касается истории со страховкой я отвечать не буду значит вам есть что скрывать спросил Янковиц абсолютно нечего но учитывая сложные отношения которых я состоялся с Джесси мне вовсе ни к чему чтобы бы усматривали какие-либо порочащие меня намеки об ответах на вопросы о мошенничестве если все вопросы будут сводиться к тому убил ли я Джесси Мэриф или нет проблем нет отвечу на все прекрасно сказал Янковиц в таком случае приступим нет погодите вмешался Замора сами видите мой клиент вовсе не против сотрудничать но я не собираюсь сидеть и спокойно смотреть на то как его втягивают сомнительные мероприятия с тестом прямо сейчас доктор Марш мы с вами выйдем отсюда вернемся в мой офис и там спокойно обсудим детали хочу побыстрее покончить со всем этим сказал Марш понимаю но придется потратить еще несколько часов от этого еще никто не умер даю вам ровно 24 часа сказал Янковиц если вы не задерживайтесь вызывай повестку в суд на имя доктора Марша мы объявимся заверил его Замора условия вам известны пусть пройдет тест на полиграфе по убийству и расскажет все что ему известно Марш поднялся пожал прокурору рук вы слышали что сказал мой адвокат мы непременно свяжемся с вами Янковиц проводил их до выхода а затем через стеклянную панель дверей наблюдал за тем как они подошли к лифтам вернулся к столу положил кассету конверт запечатал его после этого взял ручку и нарисовал маленькую звездочку на папке со свидетельскими показаниями доктор в Фоксе было так накурено что в порт топор вешать но Джека это вполне устраивало декор комнаты для отдыха в отеле Фокс не менялся вот уже бог знает сколько лет наверное с тех времен когда президентом был Джарльд Форд все на обшитой панелями темного дерева отдельные кабинки обитые кожей такой сарой что на ощупь она напоминала пластик плюс еще море второсортного курева вполне достаточно для того чтобы задушить даже лоббиста табачной промышленности на сигареты Джеку было плевать ему хотелось выжить он сидел купаясь в клубах сигаретного дыма и потягивая виски до тех пор пока вся одежда не провоняла а глаза не покраснели самое подходящее место чтобы переварить услышанное при чтении завещания Джесси самый большой говорил Джек в мобильник он беседовал с администратором цветочного магазина Хирни договаривался о немедленной доставке самой черт побери большой цветочной композиции которую они могли составить такое чтобы могла прикрыть пятно оставшееся на бесценном итальянском столе в офисе Клары заодно Джек заказал букет рост для Синди в идеале он должен был находиться дома готовиться к переезду но его не грела перспектива оказаться в новом доме рядом со счастливой щебещущей Синди и выискивать удобный момент чтобы сообщить о Джеке младшем он нуждался в утешении и обратился за этим к старому другу Майку тот как нельзя более подходил знакомый с Джеком со времен колледжа знал Джесси когда мне был с Джеком роман многое изменилось с тех пор кое-что к лучшему теперь они могут позволить себе самую лучшую выпивку Олд Пеппи со льдом сказал Майк бармен что это за Олд Пеппи удивился Джек сделал как-то открытие в Си Айленд лучшие в мире и виски Джек немного удивился тому что в баре Фокс оказался этот напиток впрочем Фокс всегда считался местом где можно было найти самый редкий сорта виски если верить наклейке никто не пил Олд Пеппи до тех пор пока она не достигала двадцатилетней выдержки Твои мысли на сей счет спросил Джек минут пять понадобилось на то чтобы ввести Майка в курс дела Майк вынес вердикт за пять секунд она та еще штучка ответил он и взял с тарелки с закусками маринованный перч всегда была такой что ты имеешь ввиду ее поступки никогда нельзя было просчитать и все что она делала сводилось к одной цели шокировать людей посмотреть как они будут реагировать шок мягко сказано я не говорил что ей не свойственна мстительность Джек отпил глоток в виски гениальный ход оставить все ребенку которого она отдала на усыновление вместо того чтобы самой разыскать своего отпрыска все взвалило на меня теперь я должен его искать с чисто технической точки зрения ты ничего не должен и если этого ребенка никто не найдет полтора миллиона твои в том то и проблема что-то я тебя не понимаю эти деньги получены обманным путем если мне удастся найти ребенка я передам ему полтора миллиона долларов заведомо зная что деньги этим грязные а если не стану его искать меня обвинят в том что я лишил законного наследства собственной плоти кровь кто будет обвинять да все все или ты сам что ты хочешь этим сказать просто пытаясь думать и рассуждать как Джесси возможно у нее была иная цель не отдавать деньги в руки ребенка от которого отказалась а сделать все чтобы ты чувствовал себя виноватым выходит она давным-давно замыслила эту месть выходит так но кто знает что творилось у нее в голове Джек отпил еще один большой глоток кажется я знаю не хочешь поделиться Джек посмотрел в зеркало висевшее над стойкой бара и заговорил с отражением Майка дело в том что у Джесси не могло быть детей а этот чей я имею в виду после родов я вел дело в суде и видел ее медицинскую карту она страдала в зиму что воспалительной инфекцией маточной области Джесси вылечили но осложнение такие женщины не могут иметь детей и как она ее подхватила эту инфекцию так и как думаешь Майк кивнул с таким видом точно ему все сразу стало ясно вы с ней расстались и она понимает что беременна приходит к тебе и говорит что не прочь начать все сначала а ты к тому времени уже успел познакомиться с Синди Пейдж вот почему Джесси не говорит о ребенке она не хочет чтобы ты вернулся к ней по принуждению из-за ребенка Джек допил остатки виски и оглядел полностью в дыму зал она рожает ребенка дает мальчика на усыновление от какого-то мужчины цепляет инфекцию в результате единственного ребенка отдала других детей не предвидится безвыходная ситуация они обменялись взглядами затем точно сговорившись устремили взор на экран телевизора с приглушенным звуком эй Джек сказал Майк да кажется я наконец понял почему Джесси попросил тебя быть ее адвокатом Джек поболтал кубиками льда в пустом стакане и ответил да я тоже Катрина с Владимиром вошли в ресторан Бурый Медведь в половине седьмого они прошли в дальний конец зала и присоединились к Тео занявшему отдельную кабинку Катрина представила мужчин друг другу все уселись на обитой кожей сиденья Катрина рядом с боссом Тео напротив Бурый Медведь находился в восточном Голливуде неподалеку от бульвара Холанда и Убич в большинстве своем обитатели этого района были выходцами из стран Восточной Европы на газетном лотке у входа продавалась не какая-нибудь там Майами Геральт а Экзайл ссылка газета из Москвы выходящая раз в неделю над кассовым аппаратом красовалась фотография Иосифа Кобзона с автографом эстрадный певец известный в СССР проникновенным исполнением патриотических песен был любимцем покойного лидера советов Леонида Брежнева и за столиками здесь куда чаще звучал русский или словацкий нежели английский и испанский обстановка царила почти семейная еда стоила недорого подавали огромные порции барашка на вертеле свиные отбивные и бифстроганов икра и водка стоили много дороже по выходам играл джазбан из трех человек и еще гостей и развлекала певица с пышными формами столько следовало заказывать заранее исключение делалось лишь для немногих к примеру таких как у Владимир интересно подумала Катерина сможет ли Тео по достоинству оценить татуировку на пальцах Владимира два слова на кириллице вор в законе они означали что обладатель этого титула занимает весьма почетное положение в русской матрии Катерина говорила вы вместе работали сказал Владимир она окинула Тео многозначительным взглядом в машине по дороге в ресторан Владимир учинил ей настоящий допрос и ей пришлось на ходу выдумывать целую историю конечно она не могла рассказать истинные обстоятельства их знакомства с Тео это бы выставило ее в глазах Владимира доносчицы да верно кивнул Тео он догадался о ее опасениях я проделала большой путь начал торговать выпивкой в Спарке верно Тео тут же подхватила Катрина это уж точно не нравится это название Спарке заметил Владимир сам придумал раньше во Флориде электрический стул называли стариной Спарке ну а когда мне удалось соскочить с крючка и избежать исполнения смертного приговора я решил назвать свой бар Спарке самое подходящее для него название Владимир одобрительно ухмельнулся словно тот факт что собеседнику его удалось избежать смертной казни сразу возвышал его в глазах остальных вы владелец бара нет только половины я партнер один мой приятель вложил все деньги точнее деньги других людей снова ухмельнулся Владимир что ж за это надо выпить он подозвал официантку и она почти тот же подала его любимый коктейль три порции что это спросил Тео месть тарзана ледяная водка и саке с сырым перепелиным яйцом объяснила Катрина сроду не пробовал этот тарзан и напиток Катрина не стала объяснять что этот тарзан не имеет никакого отношения к Джонни Вейсмюлеру примечание Джонни Вейсмюлеру знаменитый американский пловец исполнитель роли тарзана в одноименном фильме этот коктейль назвали в честь знаменитого русского мафиози прославившегося дикими оргиями которые он устраивал на своей яхте а также совершенно безрассудным планом продать колумбийскому картелю атомную подводную лодку с тем чтобы тот мог переправлять товар под водой но за встречу сказал Владимир и они чокнулись официантка тут же повторила заказ Катрина выпила по второму и третьему кругу а вот четвертый и пятый пропустила она видела Владимира в подобных ситуациях прежде и знала что он может перепить любого американца поэтому частенько прибегает к помощи вместе Тарзана чтобы развязать язык собеседнику а теперь расскажи о своем предложении поподробнее сказал Владимир позволь начать с одного признания я не собираюсь скрывать того факта что являюсь другом Джека Суайтека ты имеешь ввиду адвоката ты понял кого я имею ввиду лицо Владимира точно окаменело ты говорил у тебя ко мне дело верно а лично для меня дело превыше всего и Суайтек здесь ни при чем так что сам решай согласиться или нет ты конечно можешь приказать мне заткнуться или послать куда подальше сказать что не собираешься иметь никаких дел с другом Джека Суайтек или зная о моей с ним дружбе ты способен подойти к делу как подобает настоящему бизнесмен и тогда мы с собой заработаем кучу денег Владимир достал из внутреннего кармана пиджака сигару вынул ее из целлофановой обертки почти у каждого с кем я веду дела есть друг которого я на дух не переношу ты верно оцениваешь ситуацию ты похожий умный парень в чем состоит твое предложение вертикальная сделка на какую сумму пределов здесь нет Владимир недоверчиво хмыкнул слыхали мы такое и прежде возможно нам вряд ли от того кто понимает в бизнесе а много ли тебе известно о им бизнесе у тебя на руках много наличных что это ты взял да на лице написано и на руках тоже Тео опустил глаза и многозначительно взглянул на татуировку на пальцах Владимира Катрина промолчала однако подумала возможно Тео совсем не такой тупой каким кажется бывает проблемы похуже заметил Владимир много наличных не всегда проблема но мне почему-то кажется что у тебя на руках крупная сумма грязных денег нет у меня никаких грязных денег ну ладно что толку спорить допустим у тебя есть 50 миллионов грязных долларов часть от наркотиков часть от проституции рэкета нелегальных игр и так далее кстати не дрейф здесь об этом говорить можно вполне свободно мы среди друзей верно Катрина старый друг лучше новых двух ответила она ладно кивнул Владимир допустим у меня 50 миллионов что дальше допустим у меня имеется сотня парней умирающих от спида которые хотят продать свои полисы по страхованию жизни ну скажем по 500 тысяч долларов за штуку ты заключаешь 100 отдельных договоров с каждым проследить их невозможно и выплачиваешь бедолагам по 500 тысяч мои парни называют несколько обшорных компаний созданных твоим юристом под обеспечение их страховочных полисов парни умирают страховая компания выплачивает тебе всю сумму страховки деньги отмыты сколько двойная прибыль ты начинаешь с 50 миллионов грязных денег через два года получаешь ровно 100 миллионов чистых прямиком из сундуков первоклассных страховых компаний Владимир покосился на Катрину и снова она промолчала хотя было заметно речь Т.О. произвела на нее впечатление еще она подозревала что за всем этим стоит Джек что-то ему распутать удалось звучит заманчиво заметил Владимир в определенных обстоятельствах это может представлять интерес если у тебя есть 50 миллионов грязных долларов нет это если у тебя есть сотня голодных парней застраховавших свою жизнь один мой приятель владелец девяти хосписов где лежат больные спидом три дома в Калифорнии четыре в Нью-Йорке и два здесь в Южной Флориде клиентура что надо ребята богатенькие кроме того никто обычно не лезет с проверкой в такие места что ж полезные у тебя связи а то раздался звонок мобильного Владимира он взглянул на номер и поморщился придется ответить вернусь через минуту Катерина выждала когда он удалился на безопасное расстояние затем сверкая глазами уставилась на Тео какого черта ты здесь вытворяешь продвигаюсь кистоком зачем просто мы так решили мы с Джеком если найдем ребят которые отмывали бабки то найдем и убийцу Джесси Мэриу ты хоть представляешь с кем связался да а ты рано или поздно Владимир тебя расколет с такими типами блефовать опасно почему ты ведь блефуешь ну а это совсем другое я работаю изнутри я в системе дай мне немного времени и мы будем работать вместе ты что окончательно сдурел жизнь надоела хочешь чтобы тебя хлопнули ну хлопнуть только в том случае если ты меня выдашь но ты этого делать не станешь потому как понимаешь стоит тебе раскрыть варежку и пойдешь ко дну вместе со мной Катрина вскипела от ярости казалось она была готова удушить Тео но тут вернулся Владимир и пришлось ей умереть свой пыл Владимир опустился на кожаное сидение и прищелкнул пальцами официантка подала еще три коктейля месть Тарзана ваше здоровье сказал Владимир я прокинул бокал Катрина последовала его примеру не спуская горящих от ярости глаз с Тео был не раскурен но и сигару обратно в карман пиджака словно давая тем самым понять что встреча окончена потом взглянул на Тео и заметил мне к сожалению пора но перед тем как уйти хочу рассказать одну историю слыхали когда-нибудь о денежном самолете денежном самолете вроде бы нет борт номер 30 компании Дельта вылетал из аэропорта Джона Кеннеди в Москву в 17.45 пять раз в неделю и редко вылетал как минимум без сотни миллионов долларов в багажном отсеке пачки гор новеньких стодолларовых купюр они перевозились в белых полотняных мешках на протяжении нескольких лет в Россию таким образом перекочевало около 80 миллиардов долларов и никаких особых мер безопасности груз сопровождал всего лишь один невооруженный курьер и ни разу никто даже не пытался угнать этот самолет как думаешь почему кишка была тонка потому что все знали бабки эти возятся российскими банками а гравануть российский банк это в девяти случаях из десяти означает что вы граванули русскую мафию и не нашлось людей у которых не хватило ума или напротив хватило бы духа выкинуть такой номер так что самолет продолжался спокойно летать очень любопытно ты понял к чему это я еще бы дай нам два дня пройдешь проверку познакомишься с Юрием лады ты еще скажи что с ним будет если не пройдет проверки вставила Катрина я думаю он и так понял ответил Владимир просто пытаясь быть предельно откровенной с друзьями он должен это услышать Владимир подался вперед всем телом в глазах зажегся нехороший огонек не пройдешь проверки встретишь судьбу надо сказать физиономию у него не из приятных Телла робко улыбнулся странно ты говоришь о судьбе так словно этот человек еще как странно с усмешкой подхватил Владимир потому как все наши знают судьба это не человек это животное и он громко расхохотался стуча кулаком по столу затем вдруг с лица исчезла даже тень улыбки до свидания Тео Тео поднялся ты знаешь как меня найти Катрина не беспокойся найти тебя нам не составит труда Тео двинулся к двери Катрина проводила его взглядом раздумывая какое чувство она испытывает к этому человеку ненависть или жалость ах Тео мой мальчик в камере для смертников ты был в большей безопасности доктор Марш молча сидел на обитом бархатном сиденье адвокатского Лексуса за рулем был замор они находились в Коконангроу в той его части что выходил на берег Мексиканского залива недалеко от больницы Милосердия известной на всю Флориду отделением интенсивной терапии год за годом заведение рекламировалось в довольно эксцентричном местном журнале и под снимком здания больницы касалась подпись лучший вид со смертного дра Марш пропустил утренний обход и сейчас они торопились на автостоянку чтобы забрать автомобиль доктора Джесси Мэрил по-прежнему занимала их мысли странная история с видеопленкой заметил Марш замор остановился на красный почему не знаю спала Джесси с этим свайтаком или нет но то что он не был ее навязчивой идеей это определенно замор окатал сигару между указательным и большим пальцами по записи этого не скажешь выкрикивала его имя занимаясь сексом с тобой эти записи еще ни о чем не говорят они фальшивка и сделаны с одной целью шокировать что-то я тебя не совсем понимаю Марш посмотрел в боковое окно потом обернулся к замор это сука просто обожала проделывать разные штуки ну допустим заводила меня а потом вдруг говорила какую-нибудь гадость чтобы напрочь испортить настроение и все какое желание сразу пропадало ну а записи записи она делала вовсе не для эротики тут вся штука в ее извращенном чувстве юмора однажды еще до того как я решился на развод она довела меня почти до оргазма а потом вдруг разыграла сцену сделала вид что в комнату вошла моя жена очень веселилась наблюдая как я слетаю с постели чем мать родила с дымящимся членом наперевес другая забава в самый разгар у тех начало выкрикивать какое-нибудь имя один раз имя моего 17-летнего сына другой моего сослуживца спасибо за просмотрю Продолжение следует...